Всем привет, это подкаст Europe Design, сегодня 14 июня 2016 года, выпуск номер 87. Всем привет, время 10 минут 11 по Челябинску, а у нас для вас, как всегда, несколько громких тем. Итоги DubDubDC 2016. Что нового в PHP 7.1? И почему программисты любят работать по ночам? Погнали. Мы, знаешь, с тобой первую тему DubDubDC назвали, и наверняка могли отключиться половина людей. Но вы не отключайтесь, пожалуйста, я прям призываю, потому что, да, Никита вам скажет, почему у него сегодня слово в самом начале. Да, кстати говоря, это слово я сразу затрону несколько тем, которые мы затрагиваем каждый подкаст. И я вот с вами бы хотел, вообще, во-первых, я хотел бы поблагодарить многих людей, которые вот каждый выпуск смотрят, вот реально. Если зайдем сейчас на наш YouTube-канал, вот на e-web-дизайне, ты, в принципе, можешь это продемонстрировать нашим слушателям и зрителям. Давай, попробуем. Люди смотрят реально подкасты. Хочу прямо сказать спасибо. И у нас сейчас есть новая тема, мы создаем на e-web-design.ru посты для следующих подкастов, чтобы вы могли предлагать темы. И те, кто предлагают тему, хочу вообще тоже спасибо поблагодарить. Но, видимо, есть какие-то люди, вот есть какие-то люди, я не знаю, много или нет, которые дают мне понять нам с тобой, да, что мы что-то делаем не так, понимаешь? То есть у нас вроде есть какие-то подкасты по 5000 просмотров, а есть какие-то по 3000 просмотров. И причем, независимо от этого, то есть они просто идут как-то волнами, непонятно, то есть что мы делаем не так. И у меня есть какое-то подозрение, что, возможно, наши слушатели расслабляются. А может быть, мы делаем какие-то не те темы выбираем, да? Может быть, нам нужно немножко вот интервал расширить, в две недели выпускать подкаст, в месяц, может быть. Возможно, лунные сутки мы не те выбираем для записи, и там по календарю, по лунному, по постному там не стоит в эти дни там подкасты смотреть и другие прелюбодействия совершать. Да, поэтому я вам предлагаю все-таки смотреть каждый подкаст, потому что вдруг что-нибудь случится, дочь родится, сын там, жена родится, я не знаю. Поэтому не пропускайте, обязательно пишите комментарии и на ютубе пишите, просто прикольно, у вас классный подкаст. Нам тоже, нас это как бы немножко радует. Ну и пальцы вверх еще главное ставить, по слухам они влияют на ранжирование. Не то, что мы здесь договорились, просто с Никитой эту тему лоббировать, это не так. Ну все, можно переходить к темам? Нет, мы еще призовем в самом начале, пока еще все не отключились, оставлять нам к теме уже к следующему выпуску. Постик уже есть на сайте, тема к подкасту 88. Предлагайте свои темы в комментариях. Мы модуль комментариев, к сожалению, пока еще не переделали, чтобы он был прям супер вау UX. Но тем не менее, тема к подкасту всегда есть в сайдбаре. То есть прям под поиском, тема к ближайшему подкасту, они автоматически ловятся, мы программисты можем такое делать. Даже если эта тема будет не самой верхней, а завтра, когда мы выложим этот подкаст, она уже не будет самой верхней, вы всегда сможете перейти из сайдбара и накалякать что-нибудь, поделиться ссылкой или просто написать привет маме, папе. Круто. Ну давай, что у нас там, дизайн? Да, рубрика дизайн и уже такая, ставшая привычным миниатюра записи голубого цвета, потому что мы на сайте бабич.биз. Ни хрена себе. Ник Бабич предлагает нам очередную статью про UX. Сам предлагает. Естественно, он прям в темы нам предложил в комментарии. Так вот, и здесь как раз тема, мы затрагивали, я не знаю, может месяц назад, я поставлю здесь маркер, у вас появится, тему того, что использовать, погенацию или бесконечный скроллинг. И в прошлый раз он был в принципе за то, что каждому, каждый, кто-то там знает шесток, свой шесток. Каждый мотылек или кто там, сверчок. Ну короче говоря, для разных ситуаций нужно использовать разные UX решения. И в прошлый раз он подробно остановился на погенации, а теперь подробно остановился на бесконечном скроллинге. А знаешь, что я хочу у вас спросить? Это он вот так часто пишет или это мы с той оторваем? На самом деле он довольно часто пишет. Он чуть ли не две статьи в неделю выделывает. Выдает. Выдает, да. И на самом деле у него просто на главной, как мы не любим, нет дат. Под заголовком. Нету. Он вроде UX чувак, но не понимает, что я хочу понимать, насколько у него свежий контент. Но у него была статья 12, потом статья 8, потом статья 5. То есть каждые три дня он вы это, выделывает. Отлично. Так. Так что да, вернемся к infinite скроллинг. Бесконечному скроллингу. Best practices. Как нам сделать бесконечный скроллинг простым, понятным и удобным пользователю? Ну сразу давайте расставим точки над «и». Бесконечный скроллинг это как на ВКонтакте в новостях. Вы скроллите? Охрененный пример. Ну я не знаю, какой пример более близок людям? Нет, этот как раз самый близок ко всем. Но ты просто знаешь, ты опять же как ТНТ немножко так нас снизил. А, слишком популистки? Ну ладно. Тогда как в Твиттере подгрузка. Точно, точно. Это мы так, middle, middle. Это для тех, кто с бородами сидит. Да, так вот, вы скроллите какой-то типовой контент, типа там постов, картиночек, фотографий. И они у вас сами подгружаются, вы ничего не делаете. Не жмете кнопку там «Следующая страница», не жмете кнопку «Подгрузить еще». И кто-то, может быть, скажет, что это круто. Мы с Никитой здесь не очень любим такие решения, просто потому что за нас дизайнеры, разработчики решают, что мы хотим дальше сделать. А вдруг я хотел проскролить и в футере нажать на ссылку «Поддержать проект». А не могу, потому что плохие решения использовались для реализации. Перейдем к пяти пунктам. 5 правил для хорошего бесконечного скроллинга. Первое – это делайте навигацию «Все время видимый». Ну, классический стики хедер. Вы скролите вниз, и у вас хедер сверху есть. Вы всегда можете там по категориям пройтись. У вас там колокольчик с уведомлениями вашими и так далее, если это какое-то приложение нагруженное. В примере, приведен в Facebook, у которого всегда на мобильной, не на мобильной, на десктопной версии виден вот этот хедер, вот эта узенькая синяя полосочка. Он же приведен, я имею в виду Facebook, в пример, на мобиле. А на мобиле там крутой экспириенс реализован, что когда ты скролишь вниз, хедер не виден. А как только ты скролишь вверх, типа приложение понимает, что, возможно, ты хочешь как бы подняться наверх, чтобы что-то нажать, там, не в новости перейти, а в мои друзья. Он хоп, и сразу показывает тебе хедер. Здесь можно видеть на скрине, уважаемые зрители видят гифку, а уважаемые слушатели, если вы не пользуетесь Facebook, то просто посмотрите наш подкаст на YouTube, и поставьте палец вверх, и напишите комментарий. Второе правило, используйте кнопку load more, если есть футер. Это вот классическая проблема на ВК, я вот на ВК, чтобы посмотреть футер и на дурово перейти. А я все еще пользуюсь старой версией ВК, ставьте пальцы вверх, если вы пользуетесь старой версией ВК. Так вот, я перехожу в настройки, в настройках нету скроллинга, и жму в футере на ссылке, а ты, Никита, как? Да так и есть, да, я так жму. То есть через настройки, через постель. А все могло бы быть проще, если бы была кнопка load more. Причем кнопка load more, на самом деле, у нее есть вариации. Например, на Bing, когда ты скроллишь результаты Bing Images, поиск по картинкам, первые пять скроллов, так скажем, первые пять страниц скроллятся, а потом все-таки показывают футер. Ну типа, чувак, уже это, ну или ты уснул там, или тупанул, или ты реально хочешь футер. Вот тебе футер. Ну такое, довольно компромиссное решение, но лучшее решение используется у Instagram. У веб-версии Instagram, когда вы заходите на какой-нибудь профиль, например, instagram.com.com.com, как вы могли бы подумать, то там первые раз, два, три, четыре, первые 16 картинок, точнее 12, я плохо считаю, они подгружены, и есть большая кнопка «Загрузить еще». Когда ты ее жмешь, Instagram запоминает, что ты хочешь бесконечный скроллинг, и дальше он подгружает уже просто по скроллингу. Это просто, это гениальный подход для такого рода вещей, то есть вот всегда используйте именно так. Согласен. Ну если вы не хотите только специально наговнить своим пользователям, потому что вот кто вы такие, чтобы запрещать перейти по ссылке API в вашем футере, если он у вас, конечно, есть. Разработчикам вот этим с сальными волосами. И с сальными пальцами. Кто-то писал недавно в комментариях, типа, «Саня, как ты борешься с отпечатками сальных клавиш на мониторе?» Ну на что я ответил, я просто почти не закрываю ноутбук, то есть у меня не доходит, так скажем, крышка до сальных. Нет, я просто не боюсь. У меня как бы сальные пальцы, и нормально. Но и просто они, я настолько не закрываю, что клавиши успевают высохнуть. Ну и просто, да. И я, может быть, жирным, просто жирными пальцами не... У меня просто не потеют руки еще. Ну так, минуточка, меня. Нет, кстати говоря, я помню, есть такие педантичные программисты и люди, которые общаются с техникой, так скажем, которые моют руки перед тем, как сесть за технику. Перед тем, как общаться с ним? Да. Ну согласен, согласен. Есть всякие люди. Не будем все типы обсуждать. Следующее, это нужно реализовать функциональность, если ты происпользовал back button, вернулся назад, чтобы твое приложение запомнило, на каком месте был скроллинг у пользователя и до туда догрузилось. Да, это важно, потому что если он вернется снова на начало, это забезет. То он, может быть, даже и выйдет сразу нахрен просто и все. И здесь в пример приведен фликер, в котором это реализовано, например. Понятия не имею, как это реализовать. Только на JavaScript запоминать, докуда ты доскролил, хранить в Local Storage и доскроливать именно до того момента, когда ты вернулся назад. Только так. И это Big Mac. Просто отлично. Напишите в комментариях, как бы вы реализовали, но мне вот ничего умнее не приходит. Хотя, может быть, это и так гениально. Четвертый пункт. Добавить возможность сделать закладку. Если вы браузите, так скажем, обозреваете большое количество контента типового, то дайте возможность пользователям, вот он как бы сквозь стену все прорывается, но в Инстаграме можно лайкать и потом, наверное, зайти на страницу своих лайков. Я не уверен, есть она или нет. Наверняка. Но на ВК точно есть. Многие не лайкают у нас на ВК, потому что, ну не, я лайки использую как закладки. Короче, что я буду ваши прикольчики в закладки добавлять? У меня там все вылизано. Это, к слову, о педантичных людях. Которые моют руки как раз. Да, возможно, они моют руки перед тем, как закладки добавлять. Все возможно. Ну так вот, здесь, в пример, приведен Пинтерест, в котором можно добавлять лайки и потом также браузить ленту с лайками. И уже, я не знаю, оттуда или удалять, или уже шарить кому-нибудь там. Шею эту, Телеграм, я не знаю, WhatsApp. Пятый пункт, это показываете визуальный какой-то фидбэк, если идет подгрузка. Какой-нибудь прелодер, крутящийся там штучку, кругляшечек, какие-нибудь три палочки. Ну, то есть, базовую какую-нибудь анимацию, которая показывает, что что-то происходит, типа ждите. А еще лучше, если говорить о UX, еще и подписывать. Loading more posts. Это на тумблере, если я не ошибаюсь. Да, скорее всего. По крайней мере, выглядит в цветах тумблера как-то. Может быть, MySpace. Но на MySpace никто не сидит уже, кроме основателя MySpace. Может быть, мой мир? Ну, может быть, да, не знаю. Там тоже только основатель сидит. Ну да, но там просто по-английски не может быть loading more posts. Поэтому вот как-то так. Это прикольно, прикольно. В принципе, infinite scrolling должен быть, имеет место быть. Ну, вот для Пинтера, это он круто. Потому что ты туда реально заходишь, и тебе надо... Ты вводишь какой-нибудь так Star Wars. Тебе надо фанки картинок или на тумблер. Тумблер, Пинтер, все подойдет. И ты именно хочешь найти какие-нибудь гифки или картинки на свою тематику. Там ты реально... Тебе этот контент... Контент. Контент, он именно как стена и воспринимается. И ты хоп-хоп-хоп, за что у тебя взгляд зацепился? Тут прикольно. Ты просто скроллишь, и тебя это не отвлекает. Тебя не надо сжать каждый раз. А если это именно какой-то таргетированный контент, типа, я не знаю, постов на нашем блоге, то не дай бог нам сделать бесконечный скроллинг. Согласен, если там высокая нагруженная такая, знаешь, текст такой, там какие-нибудь статьи, блин, то их реально даже, возможно, статью разбивать на несколько. Ну, может быть, да, шивана подгружалась как-то не так долго, если это лонг рит. Но, кстати, я вот сейчас еще придумал метафору, что ты, когда делаешь бесконечный скроллинг, ты обесцениваешь свой контент. Ну да. Ты даешь пользователю возможность быстро сквозь него скроллить, и он будет восприниматься. Знаешь, как ты же мне рассказывал, есть дама, у которых в подписках на ВК там 150 пабликов, и они реально, они новости читают, просто тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр, скроллят сильно. Это я изображаю скролем. Я думаю, наши подписчики даже есть такие, не только дамы, но и мужчины, у которых там 150 дизайновых пабликов, и только первый его дизайн, я надеюсь. Согласен. И какой-нибудь я, может быть, лентач? Откуда они шутки берут? Я не хотел, конечно, срекламировать, я сам не очень люблю это издание, интернет. Но, тем не менее, кстати, про интернет-издание у нас сегодня еще будет. Как я люблю вот эти анонсики, что еще будет. Переключаетесь. Да, возможно, правда, все все равно отключают. Ой, у них еще и про это будет дерьмо, но нет, все, сыты по горло. И потом мы думаем, а что у нас, короче, 5000 где-то, а где-то 3000 просто. Вот из-за того, из-за мини-анонсиков, скорее всего. Так. Переходим к следующей теме. От Сары Купер на Medium. Она даже никуда не запастила, ну, ни в какой подблог на Medium, но она получила рекомендейшн от Medium Stuff. То есть от... Это серьезно, кстати. Это, кстати, это чуть ли не фичер на главной странице. Да, да, потому что вот у меня я сейчас навел на Medium Stuff, и у меня почему-то не зафолловлено на Medium. А, видимо, у всех. Ну, можно отфолловить, как бы кнопку можно отжать, как радио баттон, но я что-то и не буду. Да я просто и не читаю ленту на Medium, и поэтому мне как бы похрен. Так вот, Сары Купер нам говорит, а вы себя вот вообще воспринимаете всерьез? Я напоминаю, это раздел дизайн, значит, сейчас будет что-то про дизайн. Я жду, я сам не читал тем. Ну, вот я читал, и не будет ничего про дизайн. Просто прикольно, что я лайк здесь даже ей поставлю. О том, что мотивации пост, вот так это назовем. Не-не-не. А кто, да, кто ищет мотивацию как дизайнера? Да никто. Вот дизайнер и ищет. И вот она пишет, а когда это вообще последний раз вы собственное мнение воспринимали, типа думали о том, что, типа, вот было бы там так-то. Но ни с кем не делились, потому что подумали, типа, да, всем же насрать, зачем я буду свое мнение говорить там и так далее. Классическое такое интровертированное поведение, но вот Сара нам говорит о том, что, возможно, оно ложно. Возможно, ложно. Что, кого там это? Ну-ка. С вами Саня. Пусть она просветит нас, потому что, как бы, мы-то все про себя думаем, что мы самые крутые. Согласен, конечно. Иначе мы бы не делали этот подкаст. Так вот, и она говорит, на самом деле, очень часто так бывает. Вот вроде начинаешь что-то делать, думаешь, блин, да, наверное, кто-то уже это сделал, или сделал круче меня. И потом проходит год-два, а кто-то реально делает? Ну, не то, чтобы круче тебя, а просто хотя бы делает. И, как бы, сколько бы ни было гигантских количеств статей, типа, просто делай, начинай что-нибудь делать, и все получится, там, не думай о результате, не думай, что думают другие, просто делай там и так далее. Но, типа, корень, считает Сара, не в том, что просто делать, а верить в себя. Верить в то, что именно твое решение выстрелит. Именно ты станешь тем снэпчатом, который потом купит фейсбук. Снэпчат, правда, не купил фейсбук, но... Ну, я думаю, что здесь будет причина даже в том, что если ты будешь верить в себя, то ты все-таки доведешь до конца дело. Согласен, это как минимум мотивация, но как максимум просто ты не будешь сам себя зашоривать и придумать отговорки. Она пишет просто про себя. Если ты, типа, не будешь следовать никаких совет, никаким советам... У тебя хрен за фичей на медиуме. Ну, видимо, да. Она говорит, ягодь себя тоже всерьез долгое время не воспринимала. Ягодь, в принципе, даже не могла... Такая молодая и уже не могла. Да. Короче говоря, я, говорит, не могла даже, в принципе, я не могу понять просто метафору. Я ее, когда готовился, я понимал, а сейчас у меня что-то вот выключилось в башке. Ты веришь в себя, Сань. Я... Ну, в общем, тут картинка. Я, говорит, всегда думал, я вот могу забраться на гору, просто проорать свою идею, все ее услышат. Но иногда вот лезешь на эту гору и думаешь, блин, 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 а вдруг все подумают, я тупая, говно и ничего. Ну, и, говорит, другие люди, типа, на самом деле, у них более дерьмовые идеи, но они все равно со всеми делятся, получают, там, фидбэк, и у них все круто. Ну, и, говорит, вот, типа, я, говорит, даже когда вот эту статью писал, я прям думал, зачем я это пишу, блин, это же так тупо, это же уже это было в Симпсонах практически, уже же все писали такие мотивационные статьи. Вдруг кто-то из них даже написал эти статьи круче. А что вообще я пытаюсь о нем сказать, да никто же не прочитает. И, говорит, так вот было тысячи вообще отмазок, но нет, я все-таки написал. Все отмазки, как мы знаем, за руку пираски. И, говорит, а что, говорит, вообще, если вот вы не воспринимаете себя всерьез, что происходит? А происходит то, происходит то, что вы только думаете о том, что надо что-то сделать и ни хрена не делаете. И, ну, так, это уже у нас вдохновляет. Конечно, вдохновляет. И, кроме этого, нужно решать вообще, а ты настолько крутой-то или не крутой? Не надо думать, крутой-то или нет. Потому что, на самом деле, даже вот сейчас ты, типа, задумала, ну, хрен с ним, не буду я писать эту статью. Но самое плохое происходит через 10 лет. Вот вы возвращаетесь просто чуть-чуть назад, смотрите на то, какую жизнь вы вообще прожили. Вообще, и понимаете, блин, а это была вообще-то неплохая идея. Сейчас уже все ездят там на хувербордах, а ты именно хуверборды хотел изобрести. И, а что я вообще достиг за эти 10 дней? Ну, и прочий досвидос просто начинается, который абсолютно, ну, полностью тебя демотивирует. И ты еще и дальше в это все ударяешься, не можешь жить вообще жизнью и ничего не делаешь. То есть она имеет в виду лучше делать, чем ничего не делать? Да. И здесь, опять же, есть картинка такая дудловая, типа, восклицательный знак. А у другой человечек, блин, восклицательный знак же был моей идеей. И да. Самое главное, что она здесь разделяет. То, у кого была идея-то розовенькая, видимо, девочка, а, видимо, у мальчика в голубом все-таки вот эта идея появилась, и он выдал ее. То есть она здесь разделяет. Ну, прикольно, прикольно. Так, что она еще нам скажет тут? Так вот, она еще пишет, что, опять же, если себя не воспринимать всерьез, то ты начинаешь сильно завидовать другим людям, которые это делают. Типа, да блин, да это они просто сволочи, поэтому у них получилось. Ну, это логично, опять же. И вообще, просто вы начинаете входить в депрессию, злиться на себя, разочаровываться. Пить, возможно, да. Она здесь это не указывает, потому что она не русская. Ну, возможно, у них что похуже, они просто на зодок садятся, на какой-нибудь. Да, да, антидепрессант. Да, и все. И поэтому она говорит, просто поверьте мне, не надо думать о своих идеях, что они ничего. И, да, просто... Take yourself seriously. Take yourself seriously. Причем, самое смешное, у нее наверху одна аватарка, внизу другая. Ах, как она это делает, я не знаю. Как она добилась. Но вот так вот. Так что будем переходить к следующей теме, а она довольно-таки провокационная. Ну-ка. Причем, знаешь, здесь даже в названии есть слово VIX. Ну-ка. Что-то у нас... Какие эти ассоциации сразу? Вот нюх, вкус, вкус лимона, может быть, у тебя во рту сразу. Не, у нас в это в подкасте считается, как пентаграмму нарисовать. Или пиктограмму, я не знаю. Что лучше нарисовать. Если пиктограмму, то плохую такую пиксельную пиктограмму нарисовать. Потому что если бы про нас в South Park снимали, то это был бы дьявол главный, VIX. Да. Он бы с Гитлером вместе там. Да, кстати, нам в чатике часто пишут, типа, блин, как же задолбал реклама VIX на ютюбе. Ну, слушайте, это не мы включаем. Не, понятно, что не мы, так. Хотя нет, это я включаю иногда, там пацаны смотрят, я им включаю. Во-первых, это, во-вторых, не факт, что у нас даже. Я понимаю, что в нашем чатике, возможно, только нас на ютюбе смотрят, но тем не менее. Ну, давай, тут какая-то сразу... Я просто для тех, кто слушает нас, зря слушайте, потому что здесь прекрасная женщина с прессом нарисована. Ух, да, с прессом. Но суть-то другое. Это, на самом деле, просто скрин какого-то из лендингов VIXовых. Ну, чуваки на Web Designer Depot, а именно Ben Moss, знает, как именно привлечь внимание слушателя. Так вот VIX предлагает новую услугу. Искусственный интеллект. Дизайн под влиянием искусственного интеллекта. Artificial Design Intelligence, ADI, если сокращенно. Мне кажется, слово Artificial в Америке это самое часто употребляемое слово на всех продуктах. Да, да, практически. Так вот. И дело просто в том, что они придумали лендинги, которые искусственно-интеллектово выстраивают вам их. Они вам задают пять вопросов практически. Как вас зовут? Какой у вас бизнес? Какая у вас основная аудитория? И потом ты жмешь кнопку, и тебе делают хорошо. Тебе делают сайт. То есть при создании. Да, но на самом деле нет. Потом ты просто еще из пары сотен тем выбираешь темку, и потом тебе делают сайт. То есть темку ты все-таки выбираешь. То есть это не автоматическая система, но автоматизированная. Если говорить уже в терминах. То есть я такой, короче, допустим, я делаю сайта футболе. И выбирают он спортивную темку. И значит выбираю там, отвечаю на пару вопросов. Ну да, они прям причем в своих маркетологических экзерсисах, они высказывают, что не будет ни у кого похожего сайта. Прям практически индивидуальное. Ну-ка и давай, чем это добивается? Сейчас попробуем посмотреть, чем это добивается. Хотя я тебе уже сказал, просто там алгоритм перебора как-то и эрибора, возможно, он там просто перебирает. На самом деле здесь сама новость даже не про алгоритм, а про то, что была вот когда-то система The Grid, которая находится в бете. И мне ее, она, собственно, в 2014 ее еще анонсировали, и мне ее очень много на Твиттере рекламировали. Может быть тебе тоже. Там у нее только была черная картиночка, просто напись Grid. Да, возможно. Ну и, ну блин, знаешь, такой классический, типа хипстерский этот, хипстерская картинка, типа и все. И они так и не запустились, на самом деле. А мулька у них была примерно такая же. Лендинги, которые типа подстраиваются под вас. Мы когда с Никитой тему обсуждали, мы придумывали всякий бред, что просто Викс смотрит, на какие кнопки вам больше жмут и увеличивает их еще больше. И еще больше повысить там конверсию. Но нет, на самом деле просто, ну то есть он выбирает там лозунги из набора. То есть это просто очень круто написан алгоритм. И все. То есть ничего искусственного интеллекта в нем нет. И на самом деле здесь об этом пишет веб-дизайнер Депо, что это как бы весь искусственный интеллект, он только вот на угоду маркетингу идет, потому что как только его изобретут, это сразу будет либо часть НАСА, и их первая экспедиция на Марс, или просто IBM это представит, чтобы там Бигдейту как-то обозревать, там что-то анализировать и придумывать. Либо они нас захватят просто как Илон Маск пророчит нам. Ну да, но короче точно не в Виксы не придут первым делом. Потому что, во-первых, пентаграмма, а во-вторых, потому что просто, ну это оксимарон, это анекдот. Ну и все. То есть вот в этом вся новость, что типа у вас будет прикольно. Прикольно, прикольно. И стоит всего лишь порядка, порядка, порядочка, порядка соточки долларов. Неплохо, неплохо. Ну стоп, а это мало за сайт. Ну то есть реально, ты представь, сайты обычно там по 30-ке делают минимум. Долларов причем. Естественно. А тут всего сотка. Ну слушай, я хочу, чтобы наши слушатели и зрители написали в комментариях, а просили ли у них лихой сайт на Викс? Вот просто знаешь, а сделай мне сайт на Викс? Так вроде Викс на то нацелен, что сам сделай. Сделай там что-то там. Сам там и что-то там. Нет, просто суть в том, что а вдруг настолько, ну настолько некомпетентные попадаются заказчики, например, какие-нибудь там директора заводов, газет пароходов, которые вообще ничего не понимают, но понимают, что есть Викс. Но у них есть секретарши, которые хоть что-то понимают. Оу, е. Можно переходить дальше. Да, переходим дальше. Статья Евгения Касперского, она продолжает тему про искусственный интеллект. И я хотел бы просто ее, как она у нас звучит в слэке, вот кей Касперский. Ну я просто не знал, что написать, просто Касперский у нас в подкасте, это как-то, знаешь, это как, если бы мы были таким попсовым, знаешь, подкастом про кино, обозревали там Дэдпула, Мстителей там последних, что там еще. Потом, а потом Тарковского. Да, Тарковского, я хотел сказать Кубрика, ну пусть будет Тарковский, ладно. Касперский, Тарковский. Согласен. Ассоциация понятная. Искусственный интеллект, осторожная разводка. И вот Евгений нам пишет, как много, говорит, в этом звуке вообще, а для него искусственный интеллект это звук один. Для Евгения Касперского. Естественно, да. Слилось для сердца программиста, любителя научной фантастики, просто интересующегося судьбами мира. Если вкратце, он, да и что вкратце, прям прочитаю. Искусственный интеллект нужно встретить в книжках, на киноэкранах, в комиксах и в рекламных материалах, недавно появившихся на амбициозных секьюрити компаний. Здесь он о своем, о наболевшем, про секьюрити компаний. Понятное дело, не про Викс. Хотя, может быть, Викс это на биржах, их бумаги торгуется именно как супер, там, крутая секьюрити компания. Кто его знает? Но нет. Единственное, где возможно пока нет, даже близко, это в нашей банальной повседневной реальности и реальной повседневности. Ни хрена. Ни хрена. Практически полиндром. Ну, здесь прям крутая картиночка. Автоматизация друг, а не враг. Хотя, достаточно зловеще так выполнено. А, видимо, для этого и сделано, да? Ну, естественно, да. Чтобы нас отвратила автоматизация, мы вручную все собирали, как айфоны на заводах Foxconn. Так вот, со времен там Тьюринга и Виннера вычислительной машины прошли огромный путь. Они научились, точнее их научили, играть в шахматы и го лучше людей. Они управляют самолетами и автомобилями, пишут газетные заметки, ловят вирусы, делают массу других полезных иногда не очень вещей. Они даже, вроде бы, прошли тест Тьюринга на способность мысли. Однако, чат-бот, чат-бот, изображающий 13-летнего подростка, больше ничего не умеющий, это просто алгоритм и набро библиотек. Это не искусственный интеллект. Кто сомневается, смотря в определении ИИ, потом смотря определение алгоритма, потом смотря отличия. Короче говоря, уже какая идет волна по интересу к теме искусственного интеллекта, и на самом деле, как любая волна, ее просто денежно окучивают, и все. И на самом деле, ряд экспертов предпочитают думать, что есть 50% вероятность создания искусственного интеллекта к 40-ому год и 90% к 2075. Это нам сколько будет? То есть нам в 75-м уже будет лет... Лет 80. Да, лет так 84, я так думаю. Если будет. Ну, если будет, конечно. В 40-ом нам будет еще 50. Может, еще застанем. Но вообще, что искусственный интеллект нам памперсы будет только менять? Ну, кстати, да. В тот момент, потому что, ну а что? И причем, и то непонятно, будет вообще, не будет, но любой логический вывод можно сделать, пока такой, что пока его не существует и нет. Ну и здесь он, конечно же, говорит, что просто многие security компании предлагают решение, типа, вот искусственный интеллект в вашей корпоративной сети, там оно учится, там на вирусах, отражает все умные и неумные атаки и так далее. Несмотря на то, что есть, типа, действительно, сейчас разработки в области нейронных сетей, которые прям захватывают дух, я бы даже сказал. Особенно Google Dream, вот этот, который мы пробовали как-то раз. Но да, на самом деле, под видом искусственного интеллекта пользователи продают откровенное фуфло. Конец цитаты. Ну понятно, то есть Касперский, он немножко развенчивает миф, что, блин, мы уже в космосе, там, где-то там и Илону Маску надо беспокоиться. Нет, Касперский говорит, что это все пока так. Ну да, он не умаляет достоинства крутых алгоритмов, которые, я прям даже зачитаю, что действительно существует, это машинное обучение. Такие технологии используются уже очень много людей и почти он почти он давно. В кибербезопасности, например, роботы делают очень много вещей. Они находят и идентифицируют малварь, именно малварь. Он со своими малварями. Да, анализируют ее, создают repellent, то есть, как бы противо. To repell это отталкивать в английском, причем отталкивать именно на противном уровне. Отлично. Тестируют его, распространяют, делятся частью защиты. Делая, точнее, частью защиты. Что-то я уже упоролся. Представляешь, Касперский антивирусник выделился с вирусами частью защиты. А возможно, так и есть, кстати говоря. Да, тут даже и не знаешь. Это все происходит сотни тысяч раз в день в автоматическом режиме, то есть, машинное обучение есть, но искусственного интеллекта нет. И, в общем, да. Статьи по искусственному интеллекту или как поп-фикшн помогает впаривать фуфло антивирус. Вот так можно охарактеризовать эту статью. Я думаю, прям... Ну, слушай, знаешь, что я вот хочу просто не то, что даже подытожить, а просто вот сказать. Очень много людей сейчас популярных русских чуваков, да, ну, там, русских или выходцы СНГ, так скажем, и т.д. и т.п. Касперский же он, в принципе, на весь мир известен в IT-сфере. И он не чурается, во-первых, первое, писать в блоге, а второй, писать по-русски. Согласен. И он пишет по-русски достаточно красиво, прикольно, его интересно читать. Ну, может быть, там команда авторов ему помогала. Может быть, ну, в общем, молодец, я вот хвалю его прям. Ты имеешь в виду, вот, мог бы ведь на медиуме написать, и до хрена бы собрал-то. Конечно, он мог бы по-английски написать на весь мир, а тут написал только для России. Да, и всего лишь 7 шеров на фейсбуке. У нас на блоге некоторые посты больше шеров на фейсбуке набирают, поэтому... Молодец. Можно переходить к светским новостям? Давай. Что у нас такого вот важного произошло на прошлой неделе? Давай попробуем показуху такую устроить, как будто бы я не знаю, о чем мы сейчас будем говорить. А раз не знаешь, ни хрена важного не произошло. Ну, что тогда? Расходимся, 28 минут в эфире, нормально. Короче говоря, как вы знаете все, прошла конференция E3. Нет, прошла конференция DubDubDC 2016. Вот так вот я вам скажу. И все Apple Boy, Apple Girl собрались в одном... В Куперти... Нет, в Купертино, нет? В Калифорнии? Ну, в Сан-Франциско, не в Купертино. Они как обычно там... Собрались в солнечном городе в Америке, там, на Уэст... Нет, в Уэст, да. Уэст. На Уэст Коуст, практически, Customs, да, чтобы посмотреть, как пацаны типа Тима Кука и типа Фила Шиллера расскажут про новые операционные системы для ваших любимых девайсов Apple со значком погрызанного яблока, так скажем. Небольшой дисклеймер, как обычно, DubDubDC это софтовая конференция, никаких новинок в железе не было представлено и никогда обычно не бывает. И даже если бывает, там задним числом линейку макбуков обновляют до последних процессоров, просто и все. Да, и в этот раз, кстати говоря, не было ора по поводу того, что, а что-то новое там будет вообще Apple представлять, то инновации-то никакие. Этого ора уже не было, потому что, видимо, уже Apple ничего не представляет. Так, уже да, и год назад-то инноваций не было, будем откровенны. Поэтому, ну давай просто в сухом остатке. Да, оказывается, есть такой чувак, Кевин Линч, который заведует конкретно операционной системой Watch, которая именно, WatchOS, которая на часах. Он рассказал, что они много чего сделали. Оказывается, что вот WatchOS, которая была до этого, которую они вот сейчас обновят, была достаточно топорная хрень, как оказалось. На ней много чего не было. Например, программы не обновлялись в фоновом режиме. А теперь это можно делать, как вот в iOS. И, например, нужно было держать открытым приложение, чтобы оно работало. Например, приложение с тренировкой. Представляешь, то есть ты бежишь, например, открыл себе там какую-то там бегательную программку, и она должна фурычить. Ты не должен свернуться, быстренько почитать смс, там, бизнес смс-ки свои. Ну, слушай, я вот просто, когда мы с тобой, так скажем, делали саунд-чек, когда мы с тобой чуть-чуть обсуждали эти темки, и ты мне тоже это сказал, что вот в фоне это, я просто не, ну, сначала думаю, блин, в натуре что-то как дерьмово было. А сейчас я понял, возможно, они только сейчас оптимизировали это достаточно, чтобы батарею в ноль не садить. Да, кстати, возможно. То есть, они, я пытаюсь их оправдать, да. Да, то есть, здесь не только работа с операционной системой, но и работа с железом наверняка проводилась какая-то. Хотя бы с драйверами, чтобы прям, прям четенько все было. Ну, естественно, небольшие там, баг-фиксы, изменился интерфейс, да и тп, нам не очень интересно. А вот то, что WatchOS перекачал Control Center, это охренеть, как интересно. Потому что у нас все слушатели с WatchOS, естественно, и всем не хватало именно Control Center, чтобы в авиарежим перевести, не беспокоить. Вот это одним свайпом снизу вверх. Ну, вот такие штуки, как рукописные заметки Scribble, например, тоже важное обновление. Так, говно. Вот это точно говно. Это точно говно. Вот новые циферблаты. Новые циферблаты, да. То есть, возможно, Микки Маус там голый. Теперь мини Маус теперь есть. Голый. Практически, да, да, поэтому покупайте часы, нормальная тема. Дальше. Давай, можно сразу перейти он выделил, что теперь можно с помощью приложения Remote, а многие Apple Boy точно знают это приложение, все вот Remote, которые с помощью телефона. Я просто на секунду чуть-чуть назад в WatchOS, оказывается, появилось приложение Breathe, а слово дыши. Дыши. И это приложение, единственная функция, она выполняет, она, короче, тебе вибрирует часами. тебе дышит. Да. Да. Слышишь, ты что так дышишь? Она тебе говорит просто и все, и ты напрягаешься немного. У тебя пульс там растет, ну, ты тренируешься как-то. Да, да. Но на самом деле она просто подвибруливает тебе часулями и говорит о том, чтобы ты дышал. Дышулил, да. Чтобы ты как-то это, глубокий вдох, выдох. Ну и это... Мы опять играем в любимых как-то. Да. Потому что на самом деле именно это вот посчитали Apple-овские чуваки важные, иногда глубоко подышать просто, потому что там обогащаешься кислородом весь там, от головы до пят. Это даже на физкультуре на физкультуре говорили, что нужно подышать, восстановить дыхание. Да, там восстановить. А тут-то ты сидишь с жирной жопой на диване и тебе нечего восстанавливать, но вот все равно подыши. Как тупай, ты просто за макбуком за своим сураном сидишь. Да, ну давай, TVOS. Короче, вы опять же все думаете, что Apple TV-то говно, я вам развенчаю миф, нормальная коробка, мы знаем, это протестили. Конечно, прямо на себе. Есть некоторые вот, вот ремонт, вот эта хрень, которая была, приложение на айфонах, которое с помощью него можно управлять приставкой вот этой вот Apple TV. Оно там тоже там улучшилось, новое приложение, да и тп. Просто видишь, ремонт был, но именно возможности управлять Apple TV-то не было. А что там управлялось, кстати? Слушай, это iTunes. Понимаешь, ты там мог заказывать треки там в iTunes и так далее. То есть вот такие вещи. А помнившие Siri, а что в Apple TV-сири? Вот, возможно, появилась Siri, но уже будем говорить с обновленными библиотеками поведения. С поддержкой поиска на YouTube. То есть можно сразу написать там котики и сиськи. И сиськи, да. Продолжаем. Mac OS. Во-первых, надо, ну давай, надо сказать, конечно. Я просто думал, тут не будет этого. Надо сказать, что OS 10 переименовали нахрен в Mac OS. Я не знаю, аплодировали после этого или нет, но теперь все оси они называются вот как TV OS, Mac OS, Watcher iOS. Ну да. Мы как раз, слушай, нас, нас, возможно, прослушивают. Мы именно неделю назад говорили о том, а не только мы, а супер там рекламный чувак из Apple, говорил, блин, с неймингами у них какое-то говно, они запутались. И вот, оп, вот ему и ответили. Он, возможно, с первых рядов там первый стоя хлопал. Да, ну в Mac OS все знают, что там Siri добавили как минимум. Это, по-моему, будет дальше. Появился общий буфер обмена между Mac OS и iOS. Ну это отлично, просто скопировал себе и у тебя уже на телефоне все. Ну, я просто не представляю, насколько практически это возможно. Ни на сколько. Несколько новых фишек добавили в iCloud. Вот тут пишет. То есть там, кто пользуется iCloud прямо на постоянке вместо Dropbox. Хотя бы, хотя бы пальцы ставьте вверх. Да, пальцы ставьте вверх. Что здесь еще? Да, голосовой помощник. Siri, конечно же. Работает с учетом возможностей настольной операционной системы. Самое главное, видео теперь можно просматривать в режиме картинка в картинке. Обосрать. Как на iPad. Как на Telegram. На хрен. Включил там у тебя. Не, ну там всплыло и ты не можешь дальше скролить. Ты как бы за... А тут ты просто хоп, в бок наш подкаст убрал, а тут дальше работаешь. Не надо в бок наш подкаст. Надо заработать. Лучше работу в бок, да, правильно. iOS 10. Все ждали, блин, десятую версию. Наконец-то iOS. Системы для мобильных девайсов Apple. И они ее, собственно, сделали. И там, ну, iMessage поправили, сделали их вообще крутыми. Там можно даже стикеры отправлять, прикинь. Можно даже 3D Touch там, что-то жать. Можно, в общем, короче, все для того, чтобы вы покупали новые модели телефонов. Дорогие. Да, потому что только новые возможности 3D Touch работают только на 6S и выше. На iPhone SE не работают. Да, Siri в этой iOS 10 научилась вызывать сразу Uber. спокойно. И к ней добавили интеграции. То есть, можно сказать, Siri, пошли-ка веб-чатку, веб-телеграммку там для Нэнси. И она именно, так скажем, всплывающая. Ну, тут наши зрители видят скриншот, наши слушатели, поверьте на слово, там просто такой встроенный модуль вскочит, как прыщ, у вас на экране, и вы сможете прям отправить оттуда. То есть, теперь сторонние приложения получили доступ к Siri. Много нового появилось в приложении фото, бла-бла-бла, переделали немножко Apple Music. Представляешь интерфейс? Ну, слушай, не удивляюсь, возможно, как iTunes сделали, так скажем, синхронизировали уровень говенности интерфейса. Ну, кстати, он тут говорит, что убрали вот эту не нажимающуюся кнопку Connect, никто ее не нажимал, нахрен. Они ее убрали, поняли, что это фигня все. Молодцы, фигня вопрос. Да, вот iMessages, что еще? Мелочи. Новое приложение Home для управления умными домашними устройствами. Вам как? Ну, все будут пользоваться. Прям все, как все на часах, во-первых, сразу обновятся в Control Center и сразу, а тут же с часов уже дом, там, машина, семья, дети. Ну, короче говоря, здесь очень много мелочей, просто, просто почитайте, потому что мы дальше будем еще говорить про Apple, на самом деле, у нас еще будет темка. Поэтому можно дальше. Да, в WC, в общем, вы поняли, что это было такое. Прямо из приложения телефон можно будет в WhatsApp звонить. Да, ну нахрен, да, да, то есть, прям именно WhatsApp звонок или Facebook Messenger звонок. Охренеть можно. Да, вот так вот. Следующая тема про App Store 2.0, между прочим, в светских новостях у нас, то есть, мы продолжая тему Apple, продолжая тему их обеспечения софтвера, так скажем. Так, инноваций продолжает. Надо Verge. Сейчас должны обязательно опять написать в комментариях, говно. Это все еще уже было у Zenfone там. Да. В общем, App Store 2.0 на The Verge. Такая статья, причем они любят сделать для каких-то особых статей особые страницы такие, то есть, они оформили просто большой хейдер такой с Филом Шиллером. Он схуднул. Он схуднул, он на нескольких девайсах теперь у нас тут. Часы. В общем, статья такая. Статья, на самом деле, длинная, но по факту про одну мысль, которую вот я сейчас вам расскажу. вот тут говорят, что вот было WWDC, значит, туда-сюда, и рассказали, что App Store умирает, как наш мир умирает. В общем, в App Store начали меньше покупать, так скажем. Вот реально меньше. И я, кстати, это у нас будет тоже какая-то тема? Будет, будет. У нас в предложенных темах будет как раз подобное. Вот подобное будет, потом скажем. Но вот тем не менее. Короче, в общем, в App Store теперь не такой бум покупок. И в основном покупки-то такие. это опять же здесь будет деление или не здесь. Да, дальше будет по категориям. То есть, в основном покупают, ну, из категории игры, конечно же, в App Store, потому что это главное приложение в App Store. Ну и там всякие штуки по education, по образованию, по entertainment, по social networking, а это все меньше намного. 75% это все-таки games. И пацаны задумались из-за плана. А может, кстати, у нас хороший experience, не bad experience, а хороший experience, на good experience по поводу Apple Music и подписки, и по поводу зарабатывания денег на этом. А что бы нам просто не договориться, блин, и сделать в App Store, конкретно у каких-то издателей, видимо, договориться с ними и сделать подписку у этих издателей, почему бы нет, а не просто покупки, блин, да, ты платишь 15 баксов в месяц и подписываешься на весь контент Ubisoft, например. Или там Content Rovio, как ты мне привел, то есть ты будешь нахрен в этих птиц играть целый месяц. Ну да, причем, возможно, какие-то бонусы у тебя, если ты именно подписочный, чувак. Ну там нет рекламы, может быть, встроенные какие-то покупки тебе некоторые на халявку дают. Хрен его знаю на самом деле, но вот да. Нас уверяет который и дает это интервью, он уверяет нас, что чуваки, ну годик подождете, там было такое, вот годик мы раскачаемся с этим, с этой подпиской, и бабки попрут, и они попрут больше, чем если бы просто приложение продавали. Чуваки, это кто? Акция-держатели? Акционеры? Он их успокаивает, что Apple перестала расти. Да, я понял, да. Да, издатели, то есть как бы почему бы нет, может быть так перейдем, он думает, они думают пока про это. Ну кроме этого, я скажу еще, они сократили маржу, так скажем. То есть Apple всегда раньше брало по 30% от всех продаж, а теперь со второго года они будут брать по 15% всего. Ну и я как понимаю, они просто идут навстречу разработчикам, даже вот approve, так скажем, приложение стал быстрее проходить, чем будет проходить, так понимаю. Я просто не очень понимаю, неужели есть прецеденты, что реально уходят на новые рынки? А какие новые рынки? Видимо, Play Market. Ну блин, дерьмо, как-то стыдно такое заявлять. я согласен, стыдно. Может хотя бы Nintendo Store? Может быть там Зельда рядом и рядом ваши хрена тень. Да. Окей, что еще здесь можно сказать? В общем, они думают все про подписку. Почему бы сделать для App Store? Возможно, это будущее. Вот он показывает категории, там есть, ну не внизу, а в серединке где-то, что игры больше всего продаются. Да, тут пайчарт есть. Возможно, именно с ними будет контактировать. Он еще говорит, что и инди-разработчикам, так скажем, будет место, где развернуться. То есть и им бабки попрут, потому что как бы этот кусок пирога вот этого большого и от больших разработчиков, да, немножко отломится и тем пацанам. Ну блин, я даже не знаю. Круто. Я даже не знаю, да. Я бы на месте инди-разработчиков сейчас как-то это зашевелил. Словил, да, волну. В общем, вот такая хрень. Напишите, как вы насчет подписочных или только в World of Warcraft вам подпиской манит. Не дай бог World of Tanks. Правда, я не знаю насчет там подписка или нет. Я не в теме, да, да. Tor Browser 6. Последняя статья из светских новостей, но не последняя в подкасте. Представлен Tor Browser 6.0, содержащий множество важных новшеств. И мы это, как обычно, на Hacker.ru, там, где пацаны в очках в темных сидят, не палятся. Большая луковица нарисована. Собственно, символ, логотип Тора. Так. Мне, когда ты сказал про темные очки, я сразу представил классических продавцов наркотиков в Америке. Они в черных толстовках с капюшоном. Вот именно такие сня, да, пушеры. Да. Короче говоря, пишу, что теперь решение базируется на Firefox 45 ESR нового браузера Tor, представляешь? То есть, они там роют, блин, движок Firefox и на нем базируются. Теперь лучше поддерживает HTML5 Tor. Ну, перетерпел механизм обновлений, изменения, и был добавлен наряд функции направленных на улучшение безопасности. Безопасность есть в Торе. Блин, ни хрена. И что еще и улучшает? И улучшает даже прикинь. Казалось бы, куда уже улучшать? Да, в общем, они там какие-то косметические небольшие изменения внесли. Я так понимаю, что, кроме этого, они вот еще любят пользоваться поисковиком DuckDuckGo, используют API его, чтобы ходить вот конкретно искать через DuckDuckGo, потому что, естественно, искать через Google, через Яндекс, через любую другую хрень, это все поле. Bing в данном случае был дефолтным. Видимо, Microsoft не парится за то, чтобы собирать данные какие-то со своего поисковика, поэтому... Может быть, просто это халатность, кто-то там... Да уберем, да уберем следующее. Да ладно, сейчас, ну уберем, что? DuckDuckGo все-таки мы знаем, потому что это open-source так скажем поисковик, можно так его назвать, его делают энтузиасты, поэтому там ни хрена никто ничего не контролирует. Да нет, стоп, они даже более того, они именно нацелены на них. Они бревируют эти штаны. Да, да, то есть у них это киллер-фича, если угодно. Да, Torbrowser 6.0 доступен для Linux уже, для Mac и Windows. Для всех, да, я тоже пользуюсь для того, чтобы ходить на всякие торренты. Гипотетически, я как бы не то, чтобы сейчас здесь признание сходишь и смотришь на... Конечно, я просто захожу туда, смотри рекламу казино-вулкан и выхожу. Да, конечно. Можно, в принципе, переходить к разработке, там, кстати, круть. Так, тебе скажу, круть, да не очень-то. Первая статья это про то, почему нельзя прерывать программистов. Это когда в туалет идешь, что нельзя прерывать. Ну, да не, многие вещи, на самом деле, не стоит прерывать, для здоровья вредно. ладно. Статья 2013 года, причем не просто 2013 года, а 19 января 2013 года, прям начало 2013. Так. И у чувака наболело, я просто не знаю, кто здесь автор, давай попробуем посмотреть. А какого хрена, это даже не предлагаемая статья? Я не представляю вообще, откуда я это взял, но вот как-то мне явилась ночью ссылка. Ты, возможно, как знаешь, археология у тебя происходит, как в World of Warcraft, опять же. Ну, опять же, да. И ты вот откопал. Это орочки, кланы, или я не знаю, где это, в Надреноре, ну ладно, не важно. Так вот, он говорит, я пишу этот пост как раз в том самом, типа состоянии, я не выспался, я вообще до хрена занят, я дезориентирован, меня все прерывают. Как это все возможные, пробовал лекарства, помодоро, работать в кофешопах, наушники надевать, работать в те моменты, когда стопудово никто не будет отвлекать, типа ночью. Он говорит, все равно полная говно, какая-нибудь хренатень прорывает мой защитный бабл, опять же, как в World of Warcraft, и прерывает меня все-таки. И говорит, да, поэтому, типа, практически, он здесь признается, да, я тоже программист, которого все время прерывают. Как анонимный, здесь все встают, хлопают. Блин, я считаю, это проблема. Вот реально, надо обсудить, давай, что он будет сжечь. Он, причем, ее именно с научной точки зрения будет обсуждать, не просто он будет сейчас ныть, как телка, а он будет ныть, как телка, но подтверждая факты. Как ученая телка. Как ученая телка, согласен. Мои QV, возможно. Да. То есть, в конце статьи умрет просто, не дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Так вот, на самом деле, есть, говорит, такие понятия, что нельзя прерывать, потому что если задача была выполнена с прерываниями, так скажем, то в ней, во-первых, она в два раза дольше была выполнялась. Почему? два. Ну, по, так скажем, большей, медиана. Да, да, по средним данным. И, кроме этого, в два раза больше ошибок в ней было допущено, чем в тех задачах, которые выполнены, были непрерывно. Здесь есть, между прочим, ссылки на, так скажем, литературу. Там какие-то сайты, просто dx.doi.org slash 10.145 slash 985, ну, короче, досвидос. Там какие-то, видимо, схал. Видимо, да, исследования. На самом деле, просто редирект на порнхаб, на главный, и все. Так вот, а рабочие, которые работали именно вот так фрагментированно, они 57% своих задач как раз пометили, как задачи, на которых их прерывали. Ну, говорит, в принципе, для программистов, типа, вроде как, не так заметно, потому что, вот прервали, допустим, тебя, чтобы опять набрать свою, так скажем, силу богатырскую, на 15 минут потратить. Вот ты что-то усиленно кодил, кодил, кодил. В твиттер зашел? Ну, даже ладно, в твиттер, это ты сам дурак, а просто там, сосед что-нибудь там, заорал с балкона, и ты, у вас балконы смежные, просто, ты услышал? Ты такой думаешь, блин, козел. Ну, как бы ты не можешь им это сказать, потому что там дядька двухметровый, он тебе просто скажет, что козел это ты, и он твоего козла в одном месте у себя видел. Ну, так вот. И тебе надо 15 минут, чтобы опять так, что, сейчас сфокусировать, так все, оп-оп-оп, по щечкам себя ударить, нормально. Нужно опять 15 минут, чтобы вклиниться в код, и так далее. И здесь на самом деле будут, так скажем, варианты, какая есть память, как вернуться в код. Опять же, здесь немножечко статистики, около двух, всего, короче говоря, за день, только одна сессия двухчасовая у программиста есть. Вроде вот рабочий день 8 часов, понятное дело, он естественно прерывается обедом, по центру, но из вот этих вот 4 часов, слева и справа, так скажем, по шкале времени, только всего одна сессия в 2 часа есть. То есть, не так-то и много происходит работы, такие, что прям ты сел и работаешь. Обычно, кстати, после обеда, мне кажется, это происходит. Потому что до обеда ты просто хочешь жрать и смотришь на часы. Да, ты просто там постоянно на часы смотришь, блин, когда уже, блин, когда, блин, мам, мы уже приехали или нет? Так. А он вообще скажет, как боролся нахрен с этим? Да, да. Здесь, говорит, мы посмотрели 3 способа самых классических, которые по борьбе, не просто, которые программисты делают. Действуют они или нет, это уже решать самим. Это уже, да, это уже вопрос к тем, кто их делает, но да. Большинство программистов, они, чтобы вернуться и понять, где они, что они, они прям по нескольким файлам кликают, так, в этом файле у меня это, в этом то, так, все, понесли, сделаем дальше вот это. То есть, условно говоря, вот ты верстальщик, тебе, чтобы поймать контекст заново, надо посмотреть и HTML, и CSS, и JS, которые к этому моменту относятся. И хорошо, если у тебя еще папки по каким-нибудь методологиям, раз, так скажем, расфасованы. Я здесь, как обычно, впихну ссылку на наш видос про CSS методологии бэм и смэкс. Так вот, хорошо, если у тебя все расфасован, ты меньше минут потратишь на вот это вот восстановление контекста. Второй способ, очень часто программисты берут специально ошибку вызывают в компилировании, и у них в логе ошибки написано, у вас вот тут делается это, вот тут это, и поэтому у вас ошибка на 15-ти строке. А, точно, я же делал вот это, вот это и это. Это тоже прикольный способ. Ну да, то есть, то есть, люди реально борются с этим, не то, что они просто живут с этим, и все, они пытаются как-то что-то сделать, не быть на дне вот этой вот. Ну, слушай, нет, подожди, это методы, чтобы восстановить себя после того, как ты отвлекся, а вот вообще не отвлекаться, как мне? а так не бывает, то есть, отвлечения, они, пусть работник, ну, хрен его знает, не знаю, то есть, видимо, сферические разработчики в вакууме пашут, как лошади. 4 часа без подзарядки, потом пожрал, еще 4 часа, все, вышел, у тебя, выплюнуло так рабочее место, ты шляпу надел и пошел домой, все. Так вот, здесь идут разговоры о том, вот какой худший момент, чтобы прерывать? Есть так называемые моменты, здесь графики, здесь все супер научно, когда именно у вас мышление идет сильно затратное на память. Так, 15 в уме, здесь, короче, один нолик, переносим, и тебя хоп, Саша, там ты это, вынеси мусор. Да. И ты такой, блин, 15, да, именно в этот момент тебе надо заново до свидос будет прийти, 15 плюс 6, плюс 7, один в уме, а если ты как раз, грубо говоря, прерываться, если это прерывание, которое тобой контролируется, здесь у тебя все опять же в порядке со здоровьем, ты можешь контролировать это, ты прерываешься на логических каких-то моментах, вот доверстал страницу, все, встал, пошел, пожрал, поссал, там, что-нибудь такое сделал, и дальше работать. В моментах, когда у тебя происходит смена деятельности, так скажем, смена файла, смена логическая, смена тикета, если у вас там тикетная система, и надо прерываться именно в этот момент, потому что у тебя логический мозг расслаблен, тебе не надо ничего запоминать. Ну да, это хорошо, если у тебя быстрая задача, а не, ну, кстати, слушай, и это к тому же вопросу, что нужно одну большую задачу делить на много маленьких, ты сможешь между ними прерываться. логический. да, именно поэтому все вот эти методики с помодоро и так далее работают, и просто все методики типа agile, если мы все это будем рассматривать в разных приближениях, то есть там, не в макромире, так скажем, в рамках там недели большого спринта, а в микромире, что у тебя каждый день это тоже спринтик, и в нем тоже есть какие-то майлстоуны, тоже какие-то чекпоинты, простите за эти английские слова. Я уверен, что любую задачу можно поделить большую, то есть нет такого, что я один огромный велосипед пишу и нигде не прерываться. Ну да, ну да. Здесь есть еще способы, как бороться, я не буду их все перечислять, они скучные, досвидосные, просто те скажу, которые мне понравились. Здесь причем чувак, он на самом деле в Visual Studio пишет на C-SARP, если он прервется, мне кажется, там все, там ядерный взрыв просто будет, как в пупах, и все. Но он здесь пишет именно какие он расширения на Visual Studio накатывает, которые ему помогают не отвлекаться. Так. И говорит, я где-то оставляю комментарий ту-ду. Типа, я вот потом забуду, что мне надо тут пофиксить говно, а я здесь пишу, вот тут надо еще добавить такой-то параметр, обработать вариант с такой-то ошибкой и так далее. И на самом деле я, я вот не читал эту статью, но я в работе это использую. Ну смысл, я читал, как ты готовился к подкаст, еще раз палился. Ну да, я вот это решение применял до того, как прочитал. То есть я оставляю комментарий, типа, а вот тут еще неплохо было бы вот сделать тот. То есть я сначала делаю MVP, Minimum Viable Product, то есть, как бы так сказать, ну минимальное решение, короче говоря, а потом уже его по Progressive Enhancement наращиваю. Отлично. это Prospective Memory называется. Это, так скажем, как ты плани... память на планирование, когда ты в будущем планируешь какие-то действия, и ты это запоминаешь. Угу. Следующая, Attentive Memory, это когда... блин, у меня просто проблема сейчас с синхронным переводом. В общем, ему показывают в нескольких моментах программисту, что надо еще сделать. Типа, а вот это из такого-то метода, ну то есть вот эти всплывающие подсказки, что вот здесь вот прилетают такие-то атрибуты и так далее. То есть вот в PHP Storm, если я зажму command и наведу на какой-нибудь метод, WordPress-овский, например, у меня там подключено, что я WordPress-овский проект сейчас делаю, и мне показывают там параметры, которые для этого метода используются. Вот это именно оно. Ну понятно, подсказочка небольшая. Ну типа того, да, 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 типа того, если вы не используете никакие штуки, которые вам помогают вспомнить, так, это откуда, это где я видел. Ну еще можно подсказки, типа, в каком файле есть референс к этому методу. Вдруг тебе надо не просто посмотреть аргументы, а посмотреть именно логику. Было бы прикольно, если бы были такие подсказки, которые там наводишь, и тебе показано, вот в таком-то файле, там по адресу, там диск C Program Files, вот у вас там лежит упоминание. Ну слушай, знаешь, что я подумал? Это надо задачку, блин, для чуваков, которые делают искусственный интеллект. Пусть сделают такую хрень, которая тебе напоминает, что нужно делать. Делают еще за тебя. Ну да. То есть ты сидишь, блин, и потом такой тебе хоп, и со всех сторон да ты там то, там то, там то. Прикольно, прикольно. Охренеть. Да, действительно, прикольно. Здесь дальше еще он говорит о том, что ассоциативная память. Опять же, ссылки между несколькими вещами. То есть, грубо говоря, есть у тебя buttons.s, css, и ты такой вверху пишешь, а вот логика, которая обрабатывает вот эти айдишники, причем даже не наверху файл, а вот ты обновляешь здесь айдишник, типа там click me, вот такой айдишник, говорящий. Ну или на самом деле просто там filter tags, вот такой айдишник у кнопки. И ты над ней комментарий пиши, блин, короче говоря, смотри, файл filter tags.js. И все, у тебя никаких проблем, ты на него переключаешься, и все, и круто. Кроме этого, сразу вспоминается редактор кода brackets, в котором ты можешь нажать command-e или как-то так на селекторе, и он тебе хоп, открывает сразу CSS-ный файл, в котором можно отредактировать дерьмо, которое именно к этому селектору классу относится, например. Прикольно. Вот да. Эпизодическая память это подсказки типа 15 моих последних действий, кроме этого. И, и, при компиляции он здесь опять же показывает в эти расширения, которые используют автогид, какой-то автомарк, он показывает практически доки. При компиляции, если у тебя стоит флаг, что у тебя development режим, ты когда смотришь то, что у тебя получилось там на фронт-энде, я не знаю где, или в приложении, в случае там чувака, у него есть сразу ссылки, смотри статью в кодексе, смотри статью тут, там, то, поэтому, вот да. Подожди, поверфлоу. А я не понял, вот эти вот категории памяти, так скажем, они как относятся ко всем людям, или просто это вот люди делятся на свою память? Нет, это у всех людей есть именно такие возможные варианты памяти. Именно так просто запоминают, то есть он механизмы функционирования людского мозга знает автор, и на их основе он показывает нам по каким фронтам ударить, так скажем, нашей прокрастинации, кому я не знаю, внимательности. И как зафиксировать, так скажем, то, что я потом хочу воскресить вся в память. Прикольно, прикольно так. Концептуальная память, это память, как работают абстракции. У меня для таких случаев блокнот припасен, и у меня всегда там какой-нибудь experience user, когда он заходит на сайт, что должно произойти, там между какими формами перечисления, у меня схемка нарисована. Ну, то есть блок схемы можно к этому отнести. Да, да, а над под схемками подписано, какая страница, какой это html и php файл. где мне взять верстку для этого, и куда я это потом пишу, чтобы вот очень быстро в проект, так скажем, влиться. Ну, я пошел, поел, так, что я делал? Ага, вот у меня план, вот юзер заходит, у него форм-пэймент, php, туда-сюда, он переходит, вот, success-страница. Все, я все вспомнил, продолжаем программировать. Продолжаем. If, if, else, if, if, вместо свитчей и прочий другой быдлокот. Так что вот так, статья вроде 2013 года, а мне кажется, она не потеряет актуальность еще 15 лет. Ну да, никогда практически не потеряю. 106 комментариев здесь есть, 32 человека порекомендовал, я 33. Причем смешно, там самый топовый комментарий, я вот кодил, пока меня кто-то не прервал, ссылка на эту статью. Отлично. Это хорошо вообще, я тоже ему аплоат сделаю. Сейчас что-то будет про CSS следующее. Нет, я, конечно, следующее будет про наш суперзамечательный хостинг. Ну, кстати, да. Ты же понимаешь, что у нас есть страница uwebdesign.ru slash smart tape и на нем, на нем, как вы могли догадаться, вещи, которые рассказывают, почему smart tape это самый лучший хостинг в мире. И почему, попробовав хостинг smart tape для своих целей, у них есть тарифы и безлимитный хостинг, где вы можете хранить там картинки, хренинки. И в EPS хостинг, который вы можете настроить как хотите и даже выделенные решения, если вдруг вам нужно собственное место в дата-центре. Не, если вы, блин, нахрен не стесняетесь собственных решений, а то некоторые знают, что там, да мне там надо панель, мне там надо хренель, а тут все прям голое, накатил. Не, если... Как голая женщина. Если не голая. Некоторые любят одетых женщин, а некоторые голых. Вот, вот, вот ребятам нормальным, которые любят голых, вот это оно. SSD-шный EPS хостинг, переходите на uvdesign.ru слэш смарт-тейп и прям не постесняйтесь нажать на кнопку пользуйтесь смарт-тейп вместе с нами. Я, кстати, хочу еще дополнить, что это достаточно доступное решение, как мы любим говорить. То есть дешевое. Дешевое плохое слово, доступное, вот с точки зрения маркетологии, прям доступно, это хорошо. А дешевое, ж знаю, фу, дешмайн какая-то, говно. Между прочим, кстати, оно не зависит от доллара, только за рубли. Естественно, это прям православный хостинг, который соответствует там суперфедеральным законам, что там вот ваш сайт должен располагаться именно в РФ. То есть вот это все нормально. Окей, давай к CSS. Да, какой-то Хейден безфамильный, видимо, без отцовщины. Пишет на... Практически Хейден Кристенсен. Ну да, только просто Хейден. А может быть это Хейдон? Он к Дону Эстебану какому-нибудь обращается. Неважно. Он пишет на медиуме статью, какие вещи стоят, из-за каких вещей стоит избегать, когда пишите CSS. Ну блин. Дисклеймер. Вы говорите, можете не согласиться, но пошли вы в жопу. И говорит, вообще уже это в двух частях статья, но мы остановимся на первой на паре пунктов из второй. Вторая уже более размытая, не такая интересная. Первый пункт. Несколько файлов. Не делайте несколько CSS файлов. Это лишние HTTP запросы. Это лишние непонятки. Но я уже добавляю себя, если у вас припроцессоры, то вы как бы разбиваете все-таки на отдельные файлы и потом собираете в один. Ну конечно разбиваете, иначе это просто будет кошень. Да, иначе хрен вы будете ориентироваться, а он на самом деле и пишет, выгодит это. Почему нельзя на разные файлы еще, потому что в CSS есть такое понятие как каскад и специфичность. А вдруг вы не в том порядке их подключите, у вас там buttons перезапишут reset. Точнее reset перезапишут buttons. Здесь вот в примере, который вы видели в статье, слушайте или просто представьте, что вы normalize CSS подключите после своих стилей. Оно вам все собьет нахрен. Охренеть будет, что? Вот да, вот поэтому вы как-то или думайте башкой, или если уже хотя бы несколько файлов подключаете, ну вдруг вот надо вам разделить на стили, которые относятся к шаблону и стили, которые относятся к плагину, которые тоже используются в шаблоне, вы их в нужном порядке подключаете, а то будет беда. Да не, ну блин, ну используйте при процессоре, там все тебе в один файл соединит в конце. Да, и в том порядке, в каком скажешь, в том и соединит. Если ты тупой, то ну тут уже не к нам в подкаст нужно обращаться, а все-таки по другому адресу. А к доктору. Да. Следующий пункт это вложенность. Не нужно использовать лишних вложенностей, потому что that can only make things worse. Понял? Будет только хуже. Охренеть. Да, ну fucking stop nesting еще здесь самая расшариваемая фраза в этой статье. А что ему nesting-то не нравится? Просто он пишет, что, ну, как обычно, четыре этих, так скажем, после четырех вложенностей броузер уже медленнее интерпретирует такие цепочки. Это первое. Второе, непонятно, насколько вообще глубоко, не глубоко, когда улли-ли-ли-ли-ул, ну ты уже просто начинаешь теряться. Согласен. Просто непрезентабельно. Если у вас какие-нибудь классы, которые говорят сами за себя, типа там clients list, clients list item, clients list sublist, там под список и так далее, это значительно более говорящий, понятнее. И если вы, если вас прервали, как мы говорили в предыдущей статье, вы пришли после обеда, блин, что за улли? А ли это там, что? А внутри ли есть? А или нет? А как у тебя хоп? Client list item link. И ты сразу знаешь, о, блин, ну это ссылка стопудового, у нее надо перезаписать цвет, потому что вдруг там, там, че кого. Единицы измерения в пикселях. Не используйте никогда, потому что при увеличении, уменьшении масштаба ваш шрифт не будет увеличиваться или уменьшаться, это беде с точки зрения accessibility. Угу. И говорит, вообще, вы делаете все в относительных единицах измерений? Я здесь сразу оставлю ссылку на наш подкаст, где мы с Никитой говорили про ем и рем и хренемы. Используйте везде относительно единицы измерения, а потом у HTML font size в процентах с медиазапросами просто увеличивать или уменьшать. И все у вас будет хорошо. Кроме этого, breakpoint, которые относительно девайсов не используйте. Не надо использовать breakpoint 768 пикселей, просто потому что это iPad. или 480-320, потому что это там 5-й iPhone в режиме ландшафтном и портретном. Нет, используйте те breakpoint, в которых реально ломается ваш дизайн, просто сдвигайте, смотрите, чё кого, и тогда у вас будет более буллетпруфное решение. А вдруг выпустят новый iPhone 7, там, я слышал, они запатентовали экран от края до края, причем и сверху, и снизу, то есть там даже кнопка home, она будет сенсорная. Ни хрена себе. Да. Чё-то я боюсь, чё будет. Согласен, прям будет стоить полтелефона экран, на него будет два стекла уже защитных клеек. Ну, кстати, да. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет, но вот, да, и опять у вас полетит весь дизайн, потому что вы оптимизировали только вот под узенький iPhone 5, а уже там iPhone 7, 8, не знаю. Да и не в седьмом, даже в восьмом, кажется, это будет, я уже запутался, нахрен, ну вы поняли. Когда-то там Apple хочет представить, но не в эту, не в этом сентябре, а в следующем, хотел сказать, в субботу. Так вот, ну и всё, факт CSS Let's Rock. Здесь он ещё говорит о том, что все стандарты accessibility, они очень рулят, например, даже вот контрастный. Мы обсуждали здесь в этом подкасте как-то раз, что там серый не должен быть слишком светло-серым, потому что иначе будет не контрастный. Часть 2, его же статьи, попробуем по-быстрому пробежаться. Первая фотография, ну здесь, как обычно, сжимаете картинки, а то будет полное дерьмо. То есть это прям используйте SVG там, где можно использовать SVG. Они будут занимать меньше места, если это там простоя иконка и так далее. Не надо указывать фиксированную высоту, а то бывает укажете высоту у изображения, а вы потом сужаете экран, и оно как бы по ширине уменьшается, а по высоте нет. Делайте height auto, авто, чтобы оно как-то подтягивалось так, и нормально было. Ну то есть, причем, если вы хотите вертикальный ритм соблюдать, то мои вам соболезнования, потому что, когда будете так подтягивать... Потому что вы опасаетесь его соблюдать. Да, да, да. Вы, конечно, можете использовать свойство object fit cover, но оно хрен где поддерживается. Например, в E даже в самом последнем оно не поддерживается. А я знаю, что понял, что, блин, никто это нахрен не соблюдает, потому что у нас было подкаст с таким названием про этот, про вертикальный ритм, по-моему. И не очень-то его смотрели? Угу. У нас смотрят, блин, с названиями про то, что как там в офисе не ходить. Вот такие с названием смотрят. Вот это надо работодателям наших слушателей отдать эту статистику и пусть их там пожурят. По попе их там, по веб попе их. Называть все семантически. Ну мы здесь, опять же, неоднократно говорили. Думайте уже башкой, что такое семантический и так далее. Если у вас есть див с классом баттон, то это мать вашу все равно не семантический, потому что баттон должен быть баттоном, а не дивом. Поэтому вроде как с точки зрения логики семантический, я же как бы кнопку кнопкой назвал, но как бы один хрен вы этот див для этого использовали, это полное говно. Поэтому старайтесь как-то себя в руках держать и переходим к следующей теме. Так, ну сейчас прям для пацанов в свитерах, я так понимаю, с PHP 7. Так, в свитерках, в толстовочках, потому что PHP это уже такой живет, растет. Изменения PHP 7.1, перевод между прочим. Даже уже не могут собственные стадии написать. Откуда перевод? От какого-то аму-чохана с dotdev.co. Ну просто прям обидно. Попробуем пробежаться по пунктам. Перехват нескольких типов исключений за раз. Кстати говоря, еще не релизнут, но прям ждем уже. Обычно приходится несколько эксепшенов обрабатывать, как я вот это if-else, if-else, try, catch, catch, catch. Теперь если у нас два одинаковых обработчика, мы можем через вертикальную черточку их написать. Но, обратите внимание, это не две вертикальных черточки, типа or. Это просто одна черточка. Такой вот одинарный у нас символ. Поддержка curl http2 сервер push. Вот мы когда получаем запрос с домен точка ком, не берем в расчет dns и так далее, веб-сервер отдает ответ с кучей разметки, которые браузер затем интерпретирует и отображает. Какие там еще файлы подгрузить, там и так далее. Вот в курле теперь по стандартам http2, по понятиям, я бы даже сказал, http2 это происходит. И, короче говоря, он быстро параллельно подгружает эту инфу. Вау. Да, функционально доступно, кстати, только в leapcoural версии 7.44. Она пока нестабильна, не ушла в релиз, но, короче, ждем, ждем. Области видимости для констант. Раньше константы были все паблик по дефолту, а теперь в php7.1 можно писать private const, protected const. Казалось бы, нахрена, но вот почему бы и нет. Возвращаемый тип void. Была возможность в php7.0 в классическом, а уже ванильный php7.0 уже, знаешь, много же времени-то прошло. Практически месяцев 7-8 на самом деле. Действительно много. Так вот, можно было прямо указывать, что функция вернет массив. Теперь можно указать, что функция вернет void, то есть просто исполнится и будет такова. Нихрена себе, я думал, пустоту вернел, знаешь, void. Ух ты, блин, но это опять как в World of Orpest, void лордов вернет, дай бог. Так вот, но, если вы делаете void, то вы не должны ничего ретернить в этой функции, единое поведение строковых функций будет теперь стрпоз и субстр приведут к одному знаменателю. Последний параметр теперь будет смещение правильно отображать. А то у некоторых, блин, начиная с n-ной позиции до конца, а у некоторых сначала и был конфуз некий. Это знаешь, как в explode и implode или черт сейчас я не помню. Короче, есть две какие-то другие такие парные функции. которые в одной можно в разном порядке параметры указать, а в другой нужно обязательно первый, второй. И рекомендую для их обеих использовать порядок первый, второй, чтобы не было конфуза. Опять же. Поддержка строковых параметров функции list и новый синтаксис с квадратными скобочками. Функция list она делает вам массив из нескольких переменных. Так. Или делает вам значение переменных в масс... Тфу, короче, если у вас массив из трех строк, вы в лист передаете три переменные, равные массиву, и он в эти три переменные соответствующие строки раскидывает. Ну, типа key value, да? Ну, практически вот, только key, точнее, только value. А в 71 наконец-то можно и key value так кидать. Что name в переменную name, age в age, location в location. Понятное дело, можно написать for each, который перебирает массив и соответствующим переменным присваивает. Но теперь одна есть функция list. Как мы его мягко называем for each for each у тебя там for each не, у меня там это, я лист теперь делаю. И все такие, фу, блин, а че, а вдруг php71 не будет там на хвостинге страйдите. И все, так с курилки расходятся обычно. Можно даже и для создания массива теперь использовать функции переменные а, переменные б, переменные c, 123 и соответствующим переменным будут раскиданы эти значения. Прям вообще круто. Только вот не но я как топорный php программист я лучше от по старинке. Ну ладно, лист еще более или менее readable, я хоть вижу что происходит, но вот просто квадратные скобки это что тоже не очень. Выброс предупреждения при невалидных строках в арифметике. Все мы знаем шутки по поводу того, как считает javascript, но в php тоже не все так здорово. Можно 5 плюс 5 складывать 5 цифр 5 строка будет 10. А можно строку 3 банана вчера 7 бананов сегодня сложить и будет просто 10. Он цифры возьмет только и сложит их. Поэтому надо думать башкой и если вы теперь такое делаете, то вам php7 будет notice выкидывать. Типа чувак, вы хоть в строку переведи там как-то это что-то подумай вообще что-то делаешь. Ага. Так что вот так. Ну и объявили устаревшим метод mcrypt, потому что его в 2007 забросили. верните мой 2007 и короче он теперь деприкетит в php7.1 а в следующей версии удалят нахрен. Ну отлично, отлично. То есть 7.1 то есть я хотел 7.1 то есть php в принципе живет. Прям я и говорю php теперь фанки язык уже не в свитерах уже в толстовках. Скоро в свитшотах будут люди его используют. Прикольно, прикольно. Не дай бог. Ладно, переходим дальше по соцкам. Соцки. У нас тут две темки такие небольшие прикольные сейчас быстренько расскажу. Прикольная девчанка. Короче говоря ВКонтакте прикиньте что делает. Я вот не уверен все-таки делает или не делает, но ВКонтакте стер пользователю альбом про Болотную площадь. Короче говоря некий чувак Вадим Корчагин пожаловался что дескать у него альбом был такой старый старый 2012 года марш миллион. Причем Роем Ру его указывает как бывший ВК-пользователь. Он или удалился или его удалили уже после этого. Возможно кстати он удалился да возможно его там затраллили. Может быть. Короче он понял что в этом фотоальбоме марш миллион 2012 года мне маршмеллоу слышится. Маршмеллоу 2012 года а это в принципе одно и то же удалили у него фотографии они просто нахрен не подгружаются и он приводит здесь пруф а любят скриншоты просто фотографиями экранов делать причем кверх ногами кверх ногами нахрен что у него ничего даже не обложечку альбомы не подгружается ой 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 вот он обратился к ВКонтакте и чуваки очень сильно расстроились на самом деле на ВКонтакте а точнее он даже не обратился он сразу нахрен нароем написал и чуваки со ВКонтакте расстроились что чувак да мы на самом деле просто у нас отвалилась под отвалились серваки поэтому извини а ты блин сразу написал и в общем нас как бы очернил но ниже все скейлабл все расшарено за шар дина в разных местах и просто владивостокский сервер упал а именно там его фотки с болотной хранились ночью вадим корчагин очень сильно тоже сам расстроился и блин а чего вы не можете нормально хранить на ста серваках то близ мои фотки с 2012 маршмеллоу видимо не могут в агена да вот специально под него как-то что-то не сделали шарт да новый материал дизайн я не знаю щас как мы эту тему посмотрим на давай посмотрим но по скринам хотя бы гряд гугл поговариваю поговаривают тестит новый материальный дизайн выдачи да а вы я вам напомню что материал дизайн это и я так понимаю придумка только в угла это исчезла заработка это некий такой тренд веяние такое делать все как материи то есть все на вашем на вашем интерфейсе так скажем все это материя то есть все ваши окна все ваши кнопочки это все что-то материальное вы должны это представлять и тем самым помогать пользователю видимо мозгом понимать как что из этого что чтобы он понимал сущности чтобы он отделял это окно выше того зерна от плеве лучше бы жилья короче они тестируют и вот они тестируют это в выдаче как я понимаю у кого-то видимо уже это появилось а я щас только что проверил нас не появилась у меня может видимо я появилась в канаде в орландии где как обычно на ворландии да они я так понимаю тестируют это не то ну то есть мы все знаем что и на ю тубе уже там все хорошо так тоже тестируют по моему еще не привалился материальный дизайн мы когда с тобой рассматривали нам в камен за вы говно там рассматриваете на самом деле все уже реально материальное там и так далее да 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 я помню в общем они все потихонечку двигают свои темы я прямо сейчас здесь интерактивный слайдер есть тогда его можно прям я ровлю для наших зрителей я не знаю становится ли лучше или нет тут вопрос то есть в принципе google же он был как блин этот какого как крэкс лист да а сейчас он становится просто материя все-таки похоже он нам предплачивает я прям каждый раз такое удовольствие испытываю когда его упоминаем мне нравится это разделение на блоки ну да да в новостях это все-таки просто прям прикольно это понятно ваш вот есть у тебя стол на нем отдельные листочки бумаги лежат и на них чё-то написано между прочим это списки покупок которые ты не выполнил и все слушай знаешь я короче вот сейчас вспомнил не знаю как это сильно относится к нашей вот именно теме материал-дизайна но очень давно у дизайн-моду был такой они прямо сильно бравировали вот эту хрень свою которая собирается из кусочков как же назывался то блин блин у них разные были сначала был флэп я который самый больший графа потом был слайд фреймворк на который мы снимали обзор а был еще как же как же как же он назывался больше всего не я я тоже сейчас стартап фреймворк стартап вот точно такие барин че такой стартап пацаны расскажите да поделитесь да там то все 5 оказалось ну как бы оказалось еще оказалось но тем не менее там ты физически понимал какие-то кусочки двигаешь они еще очень сильно круто заправили что вот смотрите мы сделали это прям вырезали из кусочков да да у них был промо ролик в котором они не на бумажечке на пробковую доску клеили одну за одним да и что они не только так скажем они собирались этого полностью сайт да да вот в общем вот так прикольно так так можно преобразить так победим так победим дальше вроде бы саня wordpress у меня написано так и есть сценарии давненько у нас не было новостей с фронта wordpress и когда прям на самом деле по жизни просто нет вот затихла комьюнити мы нашли на впт верни философскую с некий статью так и попробуем сейчас по философствовать как в том анекдоте праздник философскую да я так понимаю что-то будет прям new era там вообще да да практически бумага умирает как наш мир да опять же как наш мир и как чё там еще умирала я не помню твоих темах сейчас недавно ладно насрать значит самое главное что на впт вернин мне кажется лонгриды не пишет а тут такой да тут довольно лонгрид мы как бы его опять же сейчас подсократим больше чудо-то рассусоливать в общем тема такая газеты меньше печатаются и наконец-то впервые в истории вами они больше американцев потребляет digital контент чем бумажный ты как-то ночью газеты меньше печатаются все на wordpress я искал тема такая я когда лишь тут это рассчитал ну какой-то там бюро сша по статистике это опубликовало данные и все прям присели на жопу потому что а чё же делать-то теперь ну как как завоевывать интернет и посмотрели что на самом деле такие статьи как мэш был база фит нью-йорк таймс они растут эти сайты такие сайты извините они издания скажу они прям доминируют в интернете монополия у них не монополия просто нереально таким здоровый прям ресурсы и многие из самых трафиковых сайтов в мире как раз новостные газеты да в интернете это теперь прям не хрен собачья досвидос и внимание amazon amazon они купили вашингтон пост 2013 и они купили арк паблишинг и они делают супер 7 ску тупо под газеты полно я не уверен будет ли это хорошо а уже уже восемь крутых университетских газет используются используют арк это какие том числе аргентина инфобэй более аляска dispatch вот это прикольно и да ну какие-то виолетт week вы ломать вы ломать week но региональные не то что сейчас мы такими на тут какой-нибудь весь николобамы там я не знаю челябинский рабочий нет да джорджи вский рабочий я не знаю всякое такое может быть и проститутки южной каролины такое здание марки работает все возможно да код волстрит джонна поговаривает что 7 ску прям это на запуске будут другие канадас globe пользовать там по бэй times сантефо репорт я но это же видимо канадский просто язык французская часть в этом в конце этого года самое главное самое главное что стоимость 10000 долларов в месяц минима за пользование вот за пользование этой платформой так скажем а для больших организаций до 150 тысяч долларов в месяц меня вопрос чего они там наворотили то есть вот грубо говоря ну газета ну чё такое газета ну блин это блогового него тут есть чуть ли не скрины то сейчас просто какие-то navigation menu hot topics карусель там именно из компонентов ты себе газеточку делаешь как папа прям как дизайн мода слушай знаешь чё а мне кажется вот такие хрени должны очень сильно быть адаптированы ко всем ридерам и ко всем айпадом ты имеешь ввиду чтобы от пиху дергать во-первых да во вторых да потому что как бы если ты претендуешь ментал соответствую здесь да 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 согласен то есть новости все-таки не за аймаками 5к ретины читают она and help девайс конечно на переносных устройствах поэтому посмотрим наверное наверное арк все-таки позаботились оба реста и биологии что я приложение очень на ну калор какой нибудь от barnes нового так что да но нам-то собственно сара эту статью гудинг предлагает потому что а вот чет вордпрессу как реагировать на это вдруг сейчас арк паблишинг просто отнимет весь рынок у них как завод и надо что-то с этим делать и вот у друпала была инициатива какая-то как-то называю щас я найду фейс 2 это набор плагинов так скажем которые нацеливались именно на то чтобы построить на друпале experience постинга новостей и надо на вордпрессе дескать как-то объединиться что-то подобное замутить чтобы не просрать рынок ну что вот фейс 2 когда переходили с 6 на 7 друпал они уже там сбуксовали и все и там ну как бы сказать а выпали из струи простите за такие аналогии поэтому надо будет вордпрессу как-то разобраться с этим тупо потому что как мы поняли на примере фейс 2 если этим занимается какое-то одно агентство то не хватит мотивации надо как-то open source на это делать как минимум потом на рекламе бабки зарабатывать но только у арка отожрать рынок пока все бесследно уже не было кончено отлично отлично переходим в научу попу но в научу попу мы немножко нырнули и у нас действительно здесь попа знаешь почему потому что тема называется самый черный на земле у нас так называется слайки но на самом деле самый черный материал на земле не дает тонуть в воде алюминиевому диску вот почему просто самый черный материал на земле не дает там я не знаю задохнуться котенку из 15 парадной вот именно алюминиевому диску еще вот это вот сужение непонятно у меня здесь справа реклама мегафона и на них а бенский что-то смотрит на телефоне я не знаю что меня тоже реклама мегафона там непонятный человек смотрит на аймаке людей почему бы нет короче говоря прикинь чё никто-то и не знал ты-то и не знал и мы-то все и не знали что оказывается есть очень черный материал который называется ванта black который кстати говоря расшифровывается я сейчас скажу как вертикально ориентированные массива дата трубок точно и как вы уже догадались это вся хрень сделана из нанотрубок которые производятся из графена вот того самого да я сразу понял между прочим графен вот мало кто знает это наверно только у нас в университете было затронуто хотя это в университете ли это мы сами сидеть в университете но я больше чем уверен что технических вузах других тоже поговорю я вот очень надеюсь шукуется в туалетах у кого писсуаров что сейчас нас многие поймут потому что мы тут в основном то гуманитарии сидим а тут хоп и вот такая тема короче говоря графен такая хренька то из которой могут делать процессоры и они смогут блин считать не в двоичной системе авторичный я насколько помню ну ты чуть загнула я не помню но короче я больше 3d транзисторы из них придумали как делать досвидос чё да да то есть короче говоря это такой материал из которой который нахрен может заменить кремний да да это он story short и как оказалось что можно делать не тока но еще можно самый черный материал бригин сделать по приколу ухты причем уже даже ванта black 2 там новый уже нового раза быстрее делали процессор как с айконами да я вам напомню что самый черный цвет вообще черный цвет это самый минимально отражающий цвет то есть максимально поглощающий да то есть белый это максимально отражающий нет мне еще хочется посмотреть на самый белый цвет там возможно глаза выделить так самый белый цвет это это свет солнечный потому что он по спектру белый он накладывает полностью все дерьмо и типа да отлично короче говоря сделали вторую версию ванта black а который еще меньше всего отражает и вообще охренеть это как эта песня для я не знаю для металлкор группы самый белый цвет это свет и придумали для чего можно использовать например зачитаю вам использовать в науке и технике в частности для калибровки оптического оборудования предотвращение рассеивания света в телескопах например улучшение и к камер все еще и к камер работающих на земле и в космосе также материал может применяться в системах тепловой защиты и в качестве покрытия миниатюрных узлов и элементов различных микро или микроэлектромеханических устройств но чтобы например сильно что-то не нагревалась потому что максимально будет отталкивать свет то есть чтобы допустим какие-то так стоп а не будет ли поглощать наоборот знаешь в черной футболке же жар наоборот будет поглощать сильно то есть видимо наоборот нагревать уже знаешь а если допустим использовать в целях типом картошечку запекать в таких слушать я да я не про это подумал я почему-то продумал про то что любят же делать солнечные батареи ну да не знаю да не знаю вот хрен его знает вот собственно солнечные батареи из кремния делают я как-то раз в отпуске подсчитывал статью о том что придумали из какого-то другого дерьма солнечные тренинг кпд лучше может быть потемнее что-то взяли может быть как раз графены и начались по я сейчас кстати вспомнил что графен между прочим его очень легко получили наши чуваки там два русских чувака как они нобелевку джипу они уже номер за то что просто взяли практически с карандаша вот этот графит взяли скотчем и отодрали на не получилось получилось между прочим на на реальных и да вот супер мелкий слой да то есть все просто на самом деле ну здесь скажи про еще практически таки да все водопрактические земли не хотят штуку которая очень очень все поглощает использовать и для материалов типа каких-нибудь вещей дорогоценных например потому что это материал очень дорогой как как оказалось и возможно даже на машину хотя на машина это очень дорого сделать себе какой-нибудь бандер из вот этой хрени из ванта блэк дороже чем золотой cayenne ванта блэк cayenne да и возможно вас вообще все врежутся в вас ночью да никого не увидят просто знаешь я еще представил вот евреи которые бриллиантами торгуют они всегда на черные такой штучки смотрят и надо ним именно из ванта блэк обутка это очень круто я прям вот это представил и хотел поделиться по слухам по слухам что эта штука может допустим в при воздействии воды если вы это делаете там на что-нибудь на машину опять же при дожде все может смываться ли вы это делаете на машину и это может смываться это может смываться это короче может какие-то физические воздействия на нее может оказывать да даже блин тот же самый свет хрен знает как там что будет выгорит машина а так можно защитить от выгорания да поэтому смотрите сами прикольная тема да здесь есть много видосов про создание про использование еще я сказать что вы вейперы могут как-нибудь использовать все где хочу мне кажется они чоу чо угодно уже могут использовать для своих целей темных да короче говоря сейчас мы переходим к разделу темы слушателей которые мы в прошлый раз ввели удачно очень как мне показалось хотя никто нахрен не смотрел две-три-три тысячи просмотров но тем не менее мы пытаемся интерактивить с аудиторией поэтому сейчас мы рассмотрим самые топовые темы на некоторые такой это уже ответил на сайте да некоторые мы рассмотрим поэтому все кто писали сейчас прям давайте читаем прям по очереди как он программировать на джейсон здесь шуточки про наш чатик пишите пишите мне в личку в телеграме в описании и получайте ссылку на наш чатик upwork или как черт возьми получить первый заказ у нас есть статья прямо на эту тему никита ее озвучит да оказывается все плохо прикинь казалось бы можно же не получать первый заказ но попробуем сказать почему газы все плохо и я просто расскажу для тех людей кто нифига не знает вот вот я не знаю вот практически только подключился к теме в разработке например и не слышал про такие фриланс бирже такие как еланс и одеск который раньше гремели и на них люди деньги зарабатывали и потом в какой-то момент я как я понимаю одеск был менее крутой она и лансы все-таки там побольше бабки крутились они начали соединяться чтобы собственно не уходили люди решили объединиться пролетали всех стран да и реально сделать будет видимо холдинг такое видимо upwork и на нем вроде казалось бы все круто пошло но нет началось падение во-первых прибыли как я понимаю во вторых отток просто людей оттуда начался и я так понимаю там даже интерфейс то хреновый для людей для фрилансер и для заказе мне не нравится да если чему придраться и тут вдруг что что еще хуже главный генеральный директор увеличил комиссию для пользователей сервиса и более того он для чуваков которые получают мало на вот этом но это бирже то есть вообще для тех чуваков которым казалось бы надо подниматься заработать зарабатывать бабло они он еще увеличил комиссию с 10 до 20 процентов и там все плавающая стала комиссия то есть чем меньше ты получаешь тем больше ты от слюняли грубо говоря да короче им из-за этого стало вообще все плохо то есть люди реально уходят еще сильнее чем до того как было это одесском и и лансом и там некоторые цифры были приведены то есть что там что там там было знаешь там на одном был там 40 тысяч человек на другом там 70 человек и осталось всего 88 тысяч точнее там это вот этих заявок объявлений которые уже там многие протухшие можно здесь там расскажут что там еще алгоритм так подкручен что очень многие вещи показывают вроде заявок до хрена там буквально три страницы пропустить и там уже протухшее дерьмо которое никто не удалял вот поэтому вот так вот все страшно я даже не знаю нам в контексте чего это предложили что все плохо просто она это не предложили нас спросили как получить первый заказ а я помню что я видал статью я ее отрыл ну вот видимо никак и поговаривают то можно просто сделать страницу на фейсбуке для пацанов которые хотят зарабатывать деньги в баксах или в евро например ну да наш наш общий друг из подмосковья который мы часто здесь упоминаем он открывает прям такую америку возможно он не хотел чтобы эту инфу слили и сейчас все хлынут туда facebook прям до к нему на страницу короче говоря нужно находить методы и они есть вот например такие как станется действительно в фейсбуке и нужно как-то рекламировать опять же себя как-то подавать но подаван извините обворк все-таки умирает как наш мир ну блин пайтон джанга c++ c sharp просто да да пойдем дальше дам ность нас просят поговорить про лара вель не умеем не знаем лара вель просят поговорить про angular 2 тоже не знаем angular просят поговорить про instagram и их и пиай про это знаю это знаем можем и собственно здесь нам собственно и предложили статью в которых про которую мы знаем что же делать если instagram не дал доступ к и пиай но если вкратце предыстория в instagram под закрыл свой и пиай усилил модерацию приложений которую вы можете за сабмитить чтобы получить доступ к и пиай и вообще просто все плохо стало возможно они не стали не справляться с нагрузками на серверах все к ним долго что-то от них просят а у них уже прям веб-сервер опух отдавать давать поэтому да и где-то здесь чувак как он пишет мы вот в принципе из инстаграма забираем из аккаунта информацию об аккаунте имя фото там и так далее у них приложение было на iphone я так понимаю потом мы перед тем как публиковать фото видео и это приложение это просмотрщик ленты я не понимаю зачем пользоваться сторонними просмотрщиками ленты так скажем но вот да ну и здесь он пишет что мы там забираем ссылки на каждую страницу там и так далее это было очень сложно сделать теперь с средствами и пиай но легко сделать просто практически парсингом и здесь они пишут что мы все парсим из веб-версии инстаграма теперь потому что во первых у многих страниц например на профайле тупо в коде страницы и джи сонка с инфой видимо инстаграма и сам распарсивающего показать здесь там брать проще некуда здесь прикладывает конкретные библиотеки которыми они пользуются получить все посты можно instagram . com slash кейн slash media ну тогда попробуем instagram . com slash you веб-дизайн slash media что мы получим ну-ка мы получаем же и сон с картиночками нашим реально без базара просто это это оказывается нетривиальный вопрос я никаких и пиай не получал можно выбрать кстати да в там по умолчанию только 20 показывается хотите все можно передать параметр через get макс айди и любую и айди поставить айдишник последнего поставить двадцатки пока не кончится короче еще можно добавить поле more available который принимает значение true или fox ну короче запросить можно все посты что касается инфы про отдельный каждый на странице сингла тоже есть джейсон файл в котором вся инфа валяется кстати кстати самое лучшее качество фотографии в instagram данный момент 1080p но решение в с джейсоном отдают только 640 как же использовать 1080 просто в ссылке поменять одну из ну короче там есть с 640 на 640 если поменять на с 1080 1080 ну как я в этом sound cloud и раньше менял обложку вместо т 600 ты оригинал писал или просто оригинал получал в полном качестве вот здесь тоже самое 1080 1080 можно получать поэтому здесь кстати причем в комментариях пишет чувак им даже сильно помогли чего еще там переписать чё распарсить что сделать и так далее прикольно прикольно поэтому тут прям короче то что инстаграм там что-то сменил это нормальных пацанов мятежных духом это все не изменило но вообще зачем они это сделали если мы перейдем к второй новости на тех как раньше да не как раз это сделать чтобы бороться со сраными читальщиками instagram лент в appstore которые задолбали их задрали ну пользуйтесь тупо инстаграмом типа и пошли в жопу но имеет право почему бы и нет идем дальше к большиням про какие-то пони в appstore но это понятно можете почитать посмотреть там реально кто-то типа с лошади пришел в магазин не знаю нам накидали кучу тем а именно 6 просто тупо с разными статьями парочку из которых мы уже даже обсуждали в подкасте куда они смотрят туда просто чуваку с хабра рассылка пришла он нам все выпалил не надо так делать дайте по одной как это страшно нас хотят просто погрести под этими темы ну тут алексей пишет по твоей теме что google deep mine теперь анализирует карты игр magic и hard stone были мы кстати это хотели подумать посмотреть на чет не подумали не позволили им там просто он а чё анализирует типа очень на них написано делает это как алгоритм что типа это увеличивает там на три методы прям прописывает и полностью практически кнопку нажал и он тебе из хардстоуна всю весь код игры воспроизвел что тут метод увеличить на 3 тут метод там увеличить на 5 и так далее а я думал там этим методом этим так скажем интеллектом можно именно понять какая карта так скажем более вы ли они они не там просто анализ карт возможно это конечным является так скажем конечной целью но по факту на данный момент просто анализ карт и каждая карта на там практически в объект класса там просто делается объект класса карты у нее такие-то свойства какие-то методы все ну понятно прикольно прикольно давай дальше 50 ошибок php junior программиста ну блин слишком обширно вы или прикладываете ссылки которые именно обсудить да или не надо возможно человек хотел приложить алексей спасибо конечно за тему но все таки ссылочку выше почитать да потом мы сами хотим посмотреть я не считаю никаких ошибок вообще не допускает печки джуниор программисты ошибок смешно простой алгоритм подбора цвета здесь нам с яндекса приложили статью вас этой ужасной ссылкой в угловской но не будем рассматривать на просто практически чувак написал как они в яндексе делают обложки для там всяких приложений ну кстати дизайновая статья то есть кто хочет посмотрите просто я почему наталкиваю людей посмотреть у нас в комментариях темы потому что скоро сделаем голосования затем и люди будут реально жар да будут голосовалки у вас будет возможность сделать плюс 1 а у нас у админов будет возможность сделать плюс 1 и плюс 5 от тысяч как бы наши голоса чуть больше ведь если бы нам просто понравилось можем при судить если мы прямо лоббируем эту тему можем сделать плюс 5 я за нормальный выбор я HERO нет а у нас карусели понял нас все у нас так будет mesela у нас можно будет по 5 бюллетеней со просуну как все сделают вильтки вот так и должно быть Дальше нам просто Витюша пишет, что Сейчас очень модно говорить про прохождение Собеседований в ИТ Не у нас в Эстонии, конечно, но где-то Восточнее точно актуально, где-то восточнее Что там вот где-то восточнее Эстонии Восточные чумные земли Ну, скорее всего Ну вообще Карелия наша, Россия Ну да Мне, кстати, так же интересно было бы Среди себя и свои умения с коллегами из России Из Украины, хочет помериться прям по-мужски Как в Ирландии, кулачными боями Так вот только в Эстонии Да, я на одном серьезе, мне правда интересно Как вас там с этим дела, скупка с набором Наборы нормально Покупаем наборы, карт Но нам дальше ниже предложили Просто тему у нас Да, у нас будет, это будет, так что да Послушай, послушай, Виктор, послушай, плиз Да, Виктор, дальше нам про JavaScript накидывает Пообсуждайте, не умеем, не знаем Мы JavaScript, но там уровень, чтобы это обсуждать А дальше как раз статья Рай для галер или 300 долларов Одном из 20 Открываю тему Давай Сейчас будем жечь Давай Айти без цензуры голая правда Сайт называется Не будем прям заголовок Да Конкурс в 20 человек на одну вакансию О которой молчат зазыватели на IT курсы И пацаны, короче, с сайта Пытаются нам объяснить, что многие IT курсы на самом деле хрень Фуфел беспонтовый Да, ну нахрен Да, они может быть, ну ладно И они почему это говорят Потому что оказывается Огромное количество людей откликается на вакансии IT Без приколов Казалось бы Казалось бы Вчерашний шахтер стал фронтенщиком и рубит капусту Школьник выиграл хакатон и ушел работать в гугл Ребята создали стартап и продались в США И так далее Но, в общем говоря, не все так просто Потому что Здесь есть сухая статистика по Украине Да, кстати говоря, есть Кстати говоря, по Украине Он говорит, что Можно не сильно, то уж этому и доверять Но, как бы, она не очень репрезентативна Не репрезентативна Но получается познавательная картинка Вот 133 вакансий для джуниоров Получено 2764 отклика Можно, конечно, выкрутиться И выдать им инновационную чушь Вроде так старайся, барин Твоя судьба в твоих руках Будь этим двадцатым чуваком Ну, то есть конкурс 20 человек на место Если вы в арифметике не сильны Да Но это никак не изменит того факта Что 95% народу оказывается в трубе Блин, в какой? В нефтяной? Нет, к сожалению А в говняной Отлично Что ж, удобный бизнес Налопшать, обучить, забыть Повторить И галерам не нужно напрягаться с обучением И у холопов есть надежда на светлое будущее Короче говоря, он опять же развенчивает миф по поводу вот всех IT курсов Где нам сильно говорят, что блин, блин, блин Вы все сможете Нифига Придется биться Придется бороться И возможно разбивать рученьки и губоньки Здесь есть еще скрины С каких-то там Не пойми чего Она, собственно, опять же С Jobs до УА И тут дама нам пишет Что она больше года Искала работу Java Junior И в компании, где работает моя знакомая На вакансию Java Junior За два дня пришло более 600 резюме К концу недели Количество перевалило за 1000 Очень много голодных вот этих вот специалистов Которые прям хотят работать Но это опять же возвращаясь к вопросу Виктора Все-таки хочется ему ответить Он хочет понять все-таки у Junior Или у нормальных пацанов Потому что нормальные пацаны, я уверен Без проблем находят работу Просто нормальных пацанов их два Их два А мест пять, куда их надо Поэтому они еще выбирают А вот у Junior Там, конечно, все Там уже вообще все кусают друг другу локти И языки отпусывают прям Может быть, за другие места какие-нибудь Да, за другие хватают Поэтому Не все так просто Да, в Эстонии, возможно, там и Junior Вберут, а у нас хрена лысого Но это в Украине Это не у нас Да и у нас так же Я просто, я просто, да Я и хотел сказать, что у нас, скорее всего, так же Подписываюсь, да, под этим Ну давай дальше, окей Так, здесь нам Dark Cat Предлагает новость UI Developer Skills И там просто гигантская, если честно, статья И там в ней порядка 100 ссылок Так что нет Отлично Стас Ссылок еще Стас, ссылок Спасибо, Dark Cat Темная кошечка Или Темная киска Кот Я не знаю Привет, вот недавно увидел сервис стримов кодеров Обсудите, что думаете Live Coding TV Видели прикольно Это просто способ сказать, что баян На самом деле этот сервис видели все 100 миллиардов раз У нас в комментах в паблике его спамят еще периодически Я, честно, не очень понимаю То есть Ну, действительно нравится смотреть, как другие люди кодят Есть видео, где он верстает То есть это тебя спасает от офигенной прокрастинации Или еще добавляет Да, да Суть в этом Рассказываю Я тут недавно смотрю ролик, в котором Игорь Ишманов Приходил, тоже специалист в области искусственного интеллекта И он рассказывал, что есть, говорит, такая книга The Circle И, оказывается, по ней сейчас еще фильм снимается Круг Там, говорит, некоторая антиутопия Описывается, в которой есть некая корпорация Типа Гугла Которая все победила в мире Только она одна Там весь интернет И, говорит, они предлагают всем людям Выйти из чулана Совершить некий coming out Но не в плане признаться своей сексуальной ориентации А просто быть публичным Нацепить на себя камеру И быть available 24 на 7 И, типа, это тебя мотивирует не делать говна Что даже вот ты открыл холодильник И, понимаешь, тебя же смотрят все И вот ты возьмешь сейчас какую-нибудь банку Кока-Колы Это если бы Фу-фу-фу, те дизлайки ставят, говно там Ты же не полезный А вот возьмешь йогурт какой-нибудь обезжиренный Все-таки, блин, круто-круто Это если бы на работе за тобой наблюдали несколько людей И смотрели за твоим качеством действительно, что ты делаешь Ну вот да, да То есть и в книге-то все описано Именно с такой изнанки Что уже даже в туалете только звук можно выключить А камеру какой-то звук можно издать сюда Да, можно издать, разрешают пока Может быть в The Circle 2 уже и это отменить Ну, я тебе так скажу, короче, live-coding TV От, короче, Twitch TV То, короче... Я просто смотрю и тут сразу Первое, что, кого смотрит Няшных девочек Десять тысяч человек ее смотрит Она хрен знает, что делает Просто запустила какие-то там вообще хрен, что Руби у нее там Ух ты! Вот И она там просто сейчас Ссылочку скинь потом Сейчас, я скину в прямом эфире прям включим без приколов Вот давай, я скину в Slack Просто, просто чтобы понять А у нас есть такой чикс, как раз это подойдет для того Давай, давай, попробуй И я думаю, что, опять же, это смотрит ради людей все-таки К сожалению Ну, естественно, конечно То есть я ничего против не имею, да То есть шоу есть шоу Но это не... Шоу must go Он причем еще Да, я уверен, что них вина не помогает Руби экспорт Абсолютно Это уже индустрия Это уже индустрия развлечений Это не то, что... Ну, понимаешь, задумывался в хорошем смысле сервис У меня просто не запускает... А, я play не нажал Я очень надеюсь, что она с декольте иногда сидит Все, может быть, не знаю Она просто на Джину похожа Которая из Сан-Франциско Она как раз, ну, там, в САСе Просто тут есть САСе Да, она дизайнер в САС языке И в Salesforce UX Она просто похожа и внешности Но тут самое тупое, что у нее сейчас просто накатываются, так скажем Да, она что-то делает Эти, как ее, зависимости И у нее есть чатик ее И она реально там А давай ты вот так будешь кодить Ну, да, ну все понятно В общем, вы поняли LifeCodingTV обсудили Идем дальше Сейчас, подожди У меня тут JSON от Инстаграма все еще К темам вернусь Давайте помечтаем Нам пишет Илья Какие прям-прям крутые вещи, проекты Можно реализовать на ВП Соцсети, онлайн-доски, объявлений с регистрацией Есть ли в этом целесообразность? Нет Есть, на самом деле Просто Витюша пишет, что нет Может, не нужно на ВП Может, просто помечтаем Почему такая зависимость КВП? Что не так с вами, люди? Ну, серьезно Посмотрите в сторону фреймворков на PHP Если вы заявляете PHP-шник На ноде много всего На других языках Не, я просто, знаешь что? Я хочу, забегая вперед, ответить этому человечку Какому? Илье или Витюше? Да, обоим Так, или обеим Я случайно чуть не сказал Что если вы даже не умеете кодить Не обязательно на livecoding.tv сидеть И не обязательно Помечтать можно на бумаге Ты этот проект распиши ТЗ на него А может, другие люди реализуют Может, уже и мечты А может, мечты у тебя на первом пункте обвалятся Вот это тоже вопрос Но, да, понятное дело, что может быть и не нужно ограничиваться С ламп стеком То есть на PHP сидеть И на MySQL Может быть, как-то это Если уже отвечать на WordPress Ильи То на WordPress все что угодно можно сделать Особенно сейчас West West, West API West Coast Customs А Ist API Ist API еще вообще долго не будет West хоть делает, а Ist Ой Это круто было бы, да Rest API скоро подкатит Можно будет прям супер изоморфные приложения делать С WordPress на бэкэнде Если тебя не расстраивает WordPress Оскар архитектура базы данных То можно все что угодно делать И CRM, и всякую хрень Мы вот с коллегой по работе делаем всякое Вообще на WordPress Супер нагруженные системы А когда WordPress на Mongo-то пересядет? Да никогда Понимаешь? Там слишком много restrictions А в Legacy, блин, это такое Да, и Legacy очень много Просто кода, который Как задница, блин, у неговит доски толстая Вот это Legacy, блин Да, именно Так, собственно, вся проблема WordPress Это как раз архитектура БД Поэтому взять и просто ее вот так по щелчку решить Не получится даже у Мулин Вега Поэтому Прямо какие крутые вещи, я не знаю Можно просто, если ты любитель WordPress Именно прям вот любишь его Ты можешь прям Instagram свой попробовать написать Хоть что, любое приложение, которое тебе в голову взбредет Пиши его и пусть данные в WordPress хранятся Че бы нет-то? Ну, кстати, да И, в принципе, мы как и мы поняли Можно делать все быстро Чтобы все быстро работало Да, если ответить Витюше То делаешь не в фреймворке В WordPress тоже неплохой фреймворк Там много дефолтных методов Куча методов для работы Даже PHP-мейлер встроен в WordPress Понял, да? Можно письма нормально отправлять через другие Понял, да, видишь? СМТП сервера Вася Пупкин нам дальше пишет Это ваш лучший подписчик Васса Пупкин Так Он как бы Здесь у него по-русски заголовок А сам он себя Васса называет И че он хочет от нас? Он обсудите вот всякую хрень И первое это Я не знаю, какой-то видос Даже не буду сейчас закрывать Там реально какая-то хрень А второе это просто Facebook Instant Articles Если помнишь, в Facebook ввели такой стандарт Как Google AMP Да, да, да Ну мы просто можем пообещать Что на YouTube Design.ru будет реализовано И Google AMP, и Facebook Articles Просто надо дать времени время Да, Вась Жди Жди Ребят, обсудите, пожалуйста, темку Пишет Игорь Ну-ка И там темка Я сейчас даже уже не помню Про че А, про jQuery 3.0 Я ему тут дал ссылочки Во-первых, на поиск на нашем сайте Который сейчас очень быстрый и крутой К слову о том Можно ли сделать быстро на WordPress Можно Угу И на последний раз Когда мы обсуждали с тобой Именно релиз кандидата уже То есть если вам заинтересует То есть jQuery 3.0 ВАМАС То вы тоже в комменты-то загляните Да, jQuery 3.0 Обсуждали, пацаны Сто пудово Дальше нам Alex пишет Предлагай разобрать Спасибо И это как раз твой выход, Никита Ща я открою Там тема-то длинная И 70% от темы Это немного про другое Да? Да, потому что Почему программисты любят программировать По ночам И Чуваки Кто это написал? По-моему, какая-то девочка Чуть ли не девочка Какая-то написала Статью Я сейчас хочу Просто воскресить у себя Это где-то на каком-то Дев.бай Или я это не воскрешу Сейчас посмотрим Нет, не воскрешу, но не важно Суть в том, что Половина статьи о том, что А почему-то программировать Можно и бухим, прикинь И круто бы программировать Вот так Не реклама алкоголя Абсолютно нет Нет, это мальчик написал Пейсатель руками и совчук Точно В общем, здесь Предлагают исследовать Некий эффект Пика Баумера Видимо, Стива Баумера Из Microsoft На примере алкоголя Что вот Что можно скил Что можно скил Программирование повысить Достигнув некой кондиции Как это у нас по-русски говорят Примерно 0.14 промил Да Если бухануть А я так понимаю Стив Баумер буханул все-таки Или он просто рассказывал про это Вот непонятно Мы с Никитой вспомнили мем Когда он Именно на презентации Реально в бородатых годах Представлял новую винду какую-то Ну точно не в 80 Винда в 90-е была Но прикольно И он там реально как бухой выступал Очень быстро Говорил прям зажигательный До свидос Но видимо нет Видимо это не об этом Видимо он в какой-то раз Просто вспоминал Что типа А вот Я когда бухой Я лучше программирую Да И здесь есть Как бы даже графичик Вот Графичик на Комиксе XKCD Который мы все знаем Для задротов Так Да Здесь есть графичик Такой Программируем По оси Игрик Программирование Скилл программирования По оси X Блок Концентрация Алкоголя Вкрылья И собственно Чувак Объясняет Графичик Что вот Типа Майкрософт В поздние 80-е Как я понимаю Показал Вот этот пик Некий Видимо То есть Охрененного Скилла Программирования Как я понимаю Вот И Но если только Чуть-чуть Перебрать побольше То сразу будет Дос видос То сразу падение Сильное Причем И В голос из зала А что было такое падение Да И он говорит А помните Windows Millennium Ну все понятно Ну классический Степ над Windows Millennium Что это все фигня И говно Практически Да В общем О чем О чем идет речь Собственно Если вы пьете Когда программируете То Выпив Именно конкретно Вот Вы видите Какой там пик Очень резкий И очень Быстрое падение То выпив Конкретно Вот 0.15 Я так понимаю Это что Промиле Или чего это Да Можно достигнуть Охрененного Охрененной Производительности Так сказать Почему Провели Кстати исследование Собрали программистов Эксперимент Который программирует На разных языках И Там Даже Вообще Они берут Причем что Java Это стандартный язык Неболее простой Стандартный Да А вот Malbolg 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 Видимо Дос видосный язык И на нем Тоже программируют Вот собрали Их всех вместе Напоили До определенной Кондиции До одинаковой И они стали Реально программируют Лучше Почему Тут объяснено Почему Потому что Люди То есть Не в длительной А вот в короткой Перспективе Это круто Почему Потому что Вы выпиваете У вас есть У вас есть Рассеивание Внимание Некое Такого Ну Дальнего внимания Так скажем То есть Тех Тех Неважных вещей Которые вы Слышите Видите Ну короче Вас сложнее Отвлечь Когда вы Подбух Вы начинаете Концентрироваться Конкретно На деле Вот оно У вас есть Это сейчас Не пропаганда Алкоголизма Потому что Я объясню Почему Потому что Работа программиста Означает Работа памяти Реально То есть Охрененно Вам нужно Много чего Запоминать И даже Многие Внешние Факторы Которые Вокруг вас Происходят Многие Детали Их нужно Запоминать Поэтому На ближней Перспективе Вы вроде бы Сосредотачиваетесь И лучше Программируете Но на дальней Перспективе Вы нихрена Не помните Что вы сделали И не помните Не ориентируйтесь В коде И все плохо То есть Завтра Вы сядете С бодуна И вам придется Реально Много сил Приложить Чтобы восстановить Вот Это к тому Что Пропик Балмера Тут просто Еще картиночка Смешная С гомером Да Он тянется За яблочком Ну нет Здесь просто Что Маленькая бутылочка Балантайнс Я так понимаю 40 миллилитров 50 Использовать Только если Продакшн Да Вот Что еще сказать Очень много Про это написано На самом деле Можно теперь Сказать про то Что А как же Влияет на нас Бессонница Так скажем Но не бессонница А именно Работа ночью Работа ночью Влияет В принципе Практически Так же Тут есть Даже есть Вот еще один Графич Ты сейчас Вот немножко Проскролишь Есть Программинг Скил Увеличение И сразу Практически Сразу Чуть-чуть Попозже Да Есть Креативити То есть Возможно Художникам Нужно Чуть-чуть Побольше Прибухнуть Да Чтобы у них Уже вот это ушло Такое рабочее состояние И они вошли в состояние Креативности Реально Они начинают Прям вот Прям думать Мыслить Именно вот В своих темах Художественных Так скажем Возможно Музыкантам Тоже надо Столько Еще больше Прибухнуть А им надо Просто бухать Согласен Но у них Этот пик Он уже В том моменте Когда у других Вообще Ничего Да Он баммеру Возможно Даже И никак Не подвластен Там просто Взлет И все Да Ну короче говоря Вот Работа ночью Это такая же хрень Почему? Потому что Вы находитесь В таком состоянии Когда Во-первых Вам ничего Не мешает Ночью Ну это как бы Миф Но тем не менее Вы можете И днем закрыться Просто дверь закрыть И ничего не думать Но это сложнее Вы в окно сможете Посмотреть Да А ночью Вы конкретно У вас такое вот Именно состояние Магия ночи Депривация Мы это называем Депривация Да реально Когда вы опять же Можете Очень хорошо Сконцентрироваться На одном деле Но и опять же Это в дальнейшей Перспективе Несет все-таки Минусы большие Потому что Вы не высыпаетесь Вас сбивается Ритм жизни Все-таки Надо жить Все-таки Днем Как бы Никто не говорил Да Что там Да Я там Пофигу Я сова Фигва Там И т.д. И т.п. Но потом Более рези Женой Проблем Да Но многие люди Просто работают С утра И вам надо будет Адаптироваться К этой жизни Поэтому Можно приходить дальше Да Пишите в комментариях Вы когда Программируете Вегеном И ночью Программируете Или нет Или только Днем И так далее Так Вернемся К нашим темам Таше Там был Mobile UX User Errors Посмотрим Обсудим Мы это или нет Тоже От бабича Статья Может быть В следующий раз Может быть Никогда А вот Кстати Да Следующая Наша Тема Cobalt Cat Нам пишет Еще один Cat Кстати О том Насколько Небольшой Стала необходимость Устанавливать Какие-то Новые Приложения И это Как раз Моя Тема Давай The app Boom is over Последнее Что мы Сегодня Обсудим Это Boom На установку Приложений Прошел И На данный Момент Средний Американец Устанавливает Ноль Приложений В месяц Сейчас И Ноль Реально Ноль Типа Уже Все Что Надо Уже Установлено Давай Средний Русский Я вот Не понял Когда Последний Раз Я думаю Примерно Так же Обычно Как бывает Ты Или Вайпнул Телефон Или Взял Новый Телефон Зараз Накатил Все Что тебе Надо И Все Вот Так И Происходит И Есть Конкретные Цифры По Разнице Между Майем 15 Года И Майем 16 Года По Топовому Приложению Типа Флотсап Фейсбук Мессенджер И так Далее И Все 20 Процентов В среднем И Если Говорить Про Международные Так Не В Америке Есть График 4 Там Меньше Конечно Менее Разительный 3 Процента 5 Процентов И так Далее У некоторых Типа Снэпчет И Инстаграм Выросло Но Это До Некоторых Стран Только Докатилось Здесь Есть Лак Небольшой А Иногда И Большой То Снэпчет Убер Убер Еще Растет Ну Просто Потому Что Опять Убер В Штатах Он Давно А В Других Страх Он Только Попер Поэтому Его Еще Накатывают Но Потом Все Ровно Будет Уменьшаться И так Далее И Здесь Дело Просто В том Что Перенасыщение Произошло То Мало Того Что Просто Люди Уже Устали От Информационного Шума От Шума Приложений Куча Всяких Статей Появилось Как Отключить Все Уведомления Начать Жить Но Я Думаю Здесь Есть Еще Одно И Ты Скажи Как Ты Считаешь Вообще Что Первично Здесь Вторая Тема Я Не знаю Было Было Это В Статье Нет Это Статья Не Это Я Уже Тебе Беларю Появились Интеграции То есть Шазам Например Есть Теперь В Сири Можно Просто Сказать Сири Что Играет Подставить Телефон Она Показывает Сири Сколько Будет 2 2 2 Она Тихо Вольфрам Альфу Показывает Переведи Мне 15 Узлов 16 Парсеков Хоп Она Ти Это Делает И Грубо Говоря Тебе Нужно Просто Больше Много Утилитарных Приложений Устанавливать Потому Что Это За Тебя Делает Сири Или Гугл Ты Просто Гуглишь Там И Так Далее А Если Наш Третья Причина Третья Причина Это Ты Это Допустим Стало Много Хороших Веб Сервисов Вот Реально И Нахрен Никто Зачем Тебе Приложение Если Я Могу Зайти На Сайт Я Понимаю Что Многие Любят Стабильность Как У нас Это Принято Говорить И Все Так Установить Приложение На Телефон Многие Люди Приложением Именно Доверяют Больше Чем Веб Сервисам Там Точно Не Будет Там Всплывающих Окон Согласен Положите Денег Мне На Телефон Ваша Мать В плену Да Вот Я Согласен То Тут Такое Такое Но Если Говорить О Сухих Цифрах То Падает Все Падает Все Пропал Тяжело Дышать Давит Последние Слова Пушкина Хорошо Звонки В слаг Для Всех Александр Видели Прикольно Баян Да Программист Автоматизировал Свою работу И 6 лет Ничего не делал Пишет нам Элиас Думаю Под конец Подкаста Подобного Рода Информация Воспринимается Легче Ты прав Как нельзя Лучше Конец Подкаста Никита Воспринимаем Короче Воспринимаем Круто Прям Программист Прикиньте Автоматизировал Свою работу И 6 лет Ничего не делал Я Просто хочу сказать Что он Видимо был Хороший Программист Изначально Был И Но он Как бы Как программист Ладно Хорошо Я не буду умолять То есть Его Какие-то там Достижения Потому что Он был Именно Тестировщик А тестировщик Это не хрен Собачий И он Не парясь Просто работал В крутой Технологической Компании В Кремниевой Долине И написал Видимо Ну Все знают Тестировщики Любят Вот всякие Тесты Писать Специально Чтобы Автоматизировать Всю Украину То есть Они каждый день Выполняют Какую-то работу Там С новыми Релизами Они их Тестируют И Почему Просто Не написать Действительно Автоматизированную Систему Которую Написал Чувак А после Этого Просто Взял Играл В лол То есть Лига Легендс Игру Кстати Самая топовая Игра По Да В сессии В Америке За май Да На везде Самая топовая Поэтому Он Играл В лол Читал Реддит Даже Качался С моей В зале Не вы Он Не вы Эпилон Качался Да И Короче И получал 95 тысяч Долларов В год Потом Видимо Он Кстати Говорящий Был Ноу Лайфер И Ни хрена Ни с кем Не общался Никто Его Не палил За этим Делом То есть Он Беспалев К нему Только Босс Обращался Да Все Тестируй Все Нормально И Что Самое Главное Видимо Отчеты Смотри Слушай Чувак Ты Как бы Я Отчет За меня Говорят Мои Отчеты Да Самое Что Главное Тесты Были Нормальные То есть У них Видимо По одному Какому Там Форм Фактору Делались Приложения Что Тесты Нормально Работали Он Не подходил Вообще Коду Что Они Они Настолько Типовые Или Он Все Предусмотрел Да Или У них Такая Работа Монотонная Все Остальные Похоже Тоже Только В League Of Legends Играют Что-то Самое Делается Тестирует Короче Круто Чувак Сделал Нихрена Не Делал Сейчас Не знаю Будет ли Он Вливаться В Программирование Или Нет Да Он Как бы Сказал Я Как бы Уж Даже Кодить Отвык За эти 6 лет Я Даже Не знаю Что Делать Теперь Ну Что Нем Наверное Будет Делать Ну Давай Дальше Так Ну Здесь Я До Конца Дойдем На завершенность Да Согласен Я Здесь Обещаю Что Про Деплой Проекта На Ворд Трест Будет Отдельный Видос Про Общий Деплой Я Не знаю Что Делать Может Быть Будет Потом Не Не Может Будет А Когда Обязательно Будет Цикл Набор Видосов Про Работу С Мы Поделимся На Сайте Потом Отдельно Я Знаю Что Вы Заяблочных Как Вам Такая Тема Я Даже По Ссылке Не Переходил Но Тема Звучит Так Выбираем Приложение Для Ведения Блога На Android Устройство WordPress Блогер Тумблер Ой Нет Не В теме Я Ответил Как Нежно Выкатывать Новые Фичи Чтобы Не Спугнуть Юзер В Следующий Раз Что Скрипты Спасибо Все Раз За Предложение Тема Для Науч Поп Следующий Раз Будем Говорить Про Геномодифицированные Бактерии Это Прикольная Тема Игорь Ял Нам Это Предложил Спасибо Антон Опять Предлагает Я Просто У Нас Тут Или Несколько Антонов Или Один Антон Богатый На Новости Потому Что У нас Часто Антон Звучит Он Нам Предлагает Тренды Чтоб Все Смотрели Я Помню Просто Да И мы На его Блоге На блоге Того Чувака Какой-то Чувак Типа Ника Бабича Крутой Да Он Реально Круто Предсказывал И мы Уже Рассматривали Что Будет 2017 Причем Это Было В конце 15 Еще Да Это Была Другая Тема Но Не Не Совсем Нет Нет Поэтому Не Волнуйтесь Все Темы Про Тренды Предполагаете Но Здесь Как Видите Комментарии Уже Закрыты К 87 Выпуска И Напомним В конце Что Открыты К 88 Выпуск Да 88 И Вы Можете Уже Легко Запомнить 88 Если Будет 14 Комментария Будет Еще Проще Короче Говорим На этом Все Мы Переходим К Обойки Да Да Наша Господи У меня Спам В почте Открыт Да Переходим К Наши Обойки Никита Где Наш Подкаст Я Прям Сразу К Делал Надоел Сиськи Мять Давай Говори Где Наш Подкаст 100% Это Блин Волна Которая Накрывает Наших Подписчиков И Как же Поймать Та волну Как Не Быть Под Ней Просто Надо Помнить Что Мы Каждую Неделю Выходим Надо Помнить Что Кто Не С Да Обязательно Предлагайте Новости К Нашему Подкасту Пишите Нам Под Видосами Комментарии Ставьте Лайки Обязательно Это Влияет На Ранжирование А еще Подписывайтесь Нас В соцсетях Вконтакте В твиттере Фейсбуке В инстаграме В гугл Плюсе Пишите Нам Отзывы На Айтюнсе Ставьте Звездочки А мы Увидимся С вами Через Неделю С вами Были Никита Тарасов И Александр Гончаров Удачного Всем Дня И Пока Пока